И у нас с вами сегодня тема, такая тема вечно зеленая, это обсуждение, как работает SQL Server, мы с вами немножко об этом поговорим, да, и основная тема у нас с вами будет про оптимизацию. Вообще, СУБД как идеальная система, она разрабатывается так, чтобы нам не приходилось в нее постоянно глубоко врезать ее, настраивать изнутри, то есть они достаточно интеллектуальные, да, и при правильных начальных установках она может достаточно стабильно работать долгое время. Но тем не менее, для администраторов и для опытных ведущих разработчиков сфер-аналитиков вопрос оптимизации является важным, и мы с вами будем обсуждать эти вопросы именно с точки зрения администраторов. Вначале мы с вами поговорим про аппаратное обеспечение, вспомним вот эти основы, но они очень важны для того, чтобы дальше у нас с вами было системное понимание, как это все работает и какие у нас с вами есть практики. Центральным звеном нашего сервера является центральный процессор, через него выполняются все операции. Основой в плане аппаратного конфигурации является материнская плата, собственно говоря, она связывает все наши компоненты. Обработка данных выполняется через оперативную память, именно в ней размещается буфер данных, буфер скриптов. Мы с вами затем будем разговаривать, как это влияет на работу сервера. Также есть другая службинная информация, которая нам уже не так интересна. Также у нас с вами есть медленные устройства, это накопитель диск, там где у нас накапливается информация. и другое медленное устройство у нас с вами, это сетевая карта. Администратор базы данных необходимо обращать внимание, конечно же, на аппаратную конфигурацию и уметь анализировать, как у него работают эти все компоненты и где у нас могут возникать проблемы с конфигурацией с узкими местами. Оптимизация и понимание текстуры это вещь глубокая и там в зависимости от системы есть масса нюансов, масса моментов, но в качестве основы я лично использую такие два основных показателя, как у меня работает система. Я оцениваю объем данных, которые у меня прокачиваются через разные компоненты. И я также оцениваю, сколько у меня к серверам подключается пользователей, то, что называется connection. Вот это два таких базовых показателя, которые нам позволяют понимать нагрузку. Эти показатели, конечно, динамические, где-то у нас с вами есть пики, где-то у нас с вами есть время простоя, но нам важно иметь такую четкую картинку, как это у нас все работает. Эта схемка, она абсолютно концептуальная, то есть у вас аппаратная конфигурация может быть намного сложная, но вот здесь, условно говоря, каждый элемент помогает нам четко понимать, где у нас может быть узкое место, потому что здесь даже стрелочки между то, что у нас обеспечивается коммуникация за счет материнской платой, да, сама материнская плата тоже может быть узким местом. Мы с вами, в принципе, знаем, да, что вот вывод, типичное узкое место для сервера баз данных, это самый дорогой компонент обычной сервера базы данных, а оперативная память – это типичное узкое место, поэтому все знаем. Более сложные моменты связаны с тем, как мы с вами выбираем центральные процессоры, потому что в зависимости от кэша данных и прочее, какие-то центральные процессоры лучше подходят под LTP, база данных, транзакционная поддержка, какие-то процессоры лучше подходят под хранилище, да, это разные профильные нагрузки. Если есть какие-то комментарии, можно добавлять. Очень интересно. Да. Вот, то есть на самом деле железо дело тонкое. Во многих случаях мы с вами обращаемся к вендерам, да, то есть есть такое понятие, как бренд, есть программно-аппаратный комплекс, когда мы с вами сразу же закупаем конфигурацию, там, какие-то компании, я не буду их называть, да, но я думаю, что вы их используете, компьютеры. Вот, либо же мы с вами, в принципе, можем сами их собирать, если у нас с вами есть компетенция в области обратного оборудования. Вот, и есть как раз такие компоненты, про которые можно забывать. Это сетевая карта, на самом деле тоже может быть узкое место в системе, и важно ее мониторить. В некоторых случаях также мы с вами вставляем несколько сетевых карт в наши сервера баз данных, разделяем под ним нагрузку. Одна сетевая карта, например, это служебная нагрузка, там, декапы и другие задачи, да, другие сетевая карта могут уже отвечать за то, чтобы выполнялись, работали бизнес-приложения, да. И сама монетинская плата, повторяю еще раз, она тоже может быть узким местом, поэтому для нее тоже имеются разные аппаратные решения. Ну, например, Numa, на котором с вами создаются разные узлы. Вот, в аппаратную часть мы с вами не будем сильно вдаваться, потому что она все-таки очень специфическая, да, для каждого вендора, для каждой конфигурации. Но вот эти важные моменты важно в голове у себя четко иметь. Это вот основа понимания, как все дальше работает. Вот есть такая популярная картинка. Мы с вами на ней видим, был опрос среди компаний, и они отвечали, какие основные причины по их оценкам являются основными. Видите, что вот внизу, да, основная причина – это программный код. Я думаю, что коллеги опытные все согласятся, что это главная причина. Есть такой профессиональный анекдот, что как администратор не оптимизирует систему, программист ее всегда положит. Это суровая правда. Поэтому чудес не бывает, да, то есть мы с вами можем потратить много денег на железо, можем потратить много времени на попытку настроить конфигурацию, там, системную, аппаратную, да, но администратор все-таки должен контролировать в том числе и качество программного кода, помогать программистам находить узкие места. Здесь мы с вами с программистами, администратор с программистом должен очень плотно работать, а не в режиме какой-то формальной разделения зоны ответственности, а именно совместно решать проблемы, связанные с производительностью. Это совместная работа, ее нельзя разделять. Ну а дальше мы, собственно говоря, с вами видим классические моменты, то, что тоже важно, то, что, в общем-то, опытные специалисты знают, это индексы, работа с индексами, это работа с системой ввода-вывода, ну и также влияет клиентский код, да, со стороны которого тоже могут быть не совсем оптимальная нагрузка. Ну, единственное, что могу сказать, что обратите внимание, что если мы сами работаем с кодами, если мы сами работаем с программистами, да, которые нам пишут код, и вместе с ними находим оптимальное решение, это самый эффективный способ и самый экономичный, самый, да, то есть, хотите хорошую недорогую систему, да, заведите себе профессиональных разработчиков, то, что называется, это будет дешевле. Дальше важный момент. Мы с вами говорили, что процессор выполняет обработку всех задач на системном уровне, собственно говоря, через него все выполняются задачи, связанные с вот этим выводом, с памятью, с регулярными картами и прочее. И здесь еще важно понять, как у нас логически задачи, которые выполняются на стороне из код-сервера, связанные с нашими аппаратными ресурсами. Здесь мы с вами видим следующую связку. Со стороны пользователя идет на сервере создание такого системного объекта, как сессия. То есть, пользователь подключается у нас к серверу базу данных, подключается к конкретной базе данных. Дальше пользователь в сессии начинает выполнять свои запросы. Вот у нас с вами уже объект request. Но при этом каждый его запрос, он обрабатывается в неком конвейере системным. Для того, чтобы система могла управлять запросами от множества пользователей, имеется специальный сюжетный объект задача, task. Вот мы с вами как бы обсудили с точки зрения пользователя, как это все выглядит. Теперь смотрим с точки зрения сервера и аппаратной ресурса. У нас с вами есть процессор, причем у нас с вами в современной архитектуре процессоры имеют много логических ядер, и у нас получается с вами несколько логических процессоров. Мы с вами в данном случае говорим про логические процессоры. Мы с вами выделяем в конфигурации, какие процессоры можете использовать SQL для обработки запросов, какие процессоры мы с вами оставляем для операционной системы, например, чтобы у нас с вами операционная система тоже работает достаточно быстро, какие процессоры мы с вами оставляем для обвода-вывода, Это все подробно рассказывается на курсе по администрированию. И у нас для каждого процессора формируется для SQL специальный служебный объект, называется диспетчер, либо шедулер. Именно он определяет порядок выполнения задач. То есть у нас для каждого логического процессора имеется шедулер. И, собственно говоря, те задачи, которые мы с вами получаем от каждого пользователя, у нас с вами для шедулера это выглядит как некий поток работ, и, собственно говоря, у нас запросы от пользователей встают в некую очередь. Если у нас с вами конфигурация севера достаточно мощная, то у пользователей возникает представление, что они все одновременно работают с базой данных. Но причем и с точки зрения аппаратных ресурсов, и с точки зрения транзакций, все операции выполняются последовательно. Также мы с вами видим, что SQL позволяет нам через динамические представления, отправляющие, посмотреть всю эту информацию. Там вверху написано, собственно говоря, как мы с вами можем это посмотреть. То есть электрофрового моделирования системы для представления, это все нам на самом деле доступно для понимания и для анализа. И это все как раз и используется при мониторинге производительности. Далее мы с вами при выборе аппаратной конфигурации планируем, какая у нас с вами может быть нагрузка. Мы с вами можем планировать как размер данных, но нас прежде всего интересует, сколько одновременно пользователей у нас будет работать, и насколько у них будут тяжелые запросы. Такая может быть нагрузка. Здесь мы с вами видим, что SQL, в зависимости от логических процессоров, доступных ему, может выполнять одновременно определенное количество подключений, сессии. То есть, например, если у нас с вами 4 либо меньше процессоров, то на 32-битной архитектуре у нас с вами будет 256 подключений, одновременно доступно. А если у нас с вами архитектура 64-разрядная, то у нас с вами будет 512 подключений. Дальше у нас с вами будет пользователь получать ошибку Connection Timeout, просто нет ресурсов. Соответственно, если у нас с вами пользователи, которые одновременно подключаются больше, то нам с вами необходимо также заложиться в нашей архитектуре. То есть, мы с вами видим внизу формулу, что там идет нелинейный рост на самом деле. Не забываем про то, что нам нужны процессоры для операционной системы, не забываем про то, что нам нужны процессоры для системы ввода в выбор. То есть, в принципе, для больших тяжелых систем это могут быть много процессоров. Здесь можно, я спрошу у коллег из банка, у вас примерно сколько одновременно пользователей бывает? У вас статифическая обработка ценных бумаг только, и у нас там не больше 100. То есть, по ценным бумагам у нас на самом деле нет такой большой нагрузки, да? Да, окей. Хорошо. Ну, на самом деле, есть еще такое понятие, как Connection Pool, потому что в современной архитектуре приложения клиентские, они же не держат постоянно подключения открытые. То есть, мы с вами имеем Connection Pool, и в этом случае мы с вами тоже можем оптимизировать работу нашей системы. Что пользователей у нас намного больше, да, но при этом SQL у нас успешно справляется с этими нагрузками за счет использования пула Connection. Еще также есть отличное решение – это разработка сервера приложений. То есть, если честно говорить, то все-таки от разработчика очень много зависит в плане производительности. Хотя, конечно, все к администратору вначале бегут, когда что-то не работает, что-то зависает, да, но по большому счету в многих случаях именно проблема с кодем. Если разработчик постарается написать чистый SQL код, если разработчик разработает эффективные серверы приложения, то, конечно же, это в разы снижает нагрузку на систему, повышает ее возможности. Так, здесь мы с вами видим как раз тот механизм, который нам позволяет понимать логику обработки запросов. То есть, когда нам с вами по сети приходит запрос от пользователя, то здесь у нас с вами работает компонент Network, то этот запрос, он вначале попадает в очередь, в очередь задачи. Ну и, собственно говоря, затем, в зависимости от того, сколько у нас с вами процессоров, сколько там очередей у каждого процессора есть, задача пользователя, она по определенному кванту времени становится активной, начинает обрабатываться. Если задача легкая, то она сразу отрабатывается. Если задача тяжелая, то она начинает переключаться в состояние активное, неактивное. То есть, у нас с вами рабочее время для каждой задачи, оно квантуется. Есть такое понятие квант процессорного времени. Вот. Дальше у нас с вами при выполнении запроса происходит на самом деле много внутренних операций, связанных с тем, что у нас команда SQL, она же текстовая, да, она сначала должна обработаться в плане синтезиса, должна выполниться проверка, то, что все объекты существуют доступны в плане прав безопасности и прочие такие вещи. Вот. Затем происходит такая важная операция – компиляция запроса. Что такое компиляция? Это превращение из текстового представления нашего запроса уже в бинарный формат внутренний для сервера. При этом на основе статистики у нас с вами выполняется оптимизация. То есть, для сложных запросов там SQL может оценивать на основе статистики разные варианты выполнения запросов, находить оптимальные сочетания стоимости, прежде всего. Вот. И здесь мы с вами видим, зачем нужна серверу оперативная память, потому что у нас в планы выполнения попадают так называемые буфер скриптов, план кэш. И также система старается кэшировать данные. Это тоже очень важный момент, чтобы данные, которые прочитались при запросе, они оставались в оперативной памяти, и это критично влияет на сквозь работу системы. Но это можно легко заметить, что если запустить нагрузочный тест на сервере с маленькой оперативной памятью, при всех остальных прочих параметрах, мощном процессоре, быстрых дисках, мы сами тут же увидим, что система начнет, у нее будет повышенная нагрузка просто из-за того, что она будет постоянно делать своппинг. Поэтому традиционно для любых серверов баз данных тоже есть такая поговорка «Оперативной памяти много не бывает». Это, конечно, зависит в том числе и от обратной конфигурации. Но во многих случаях мы с вами при диагностике можем видеть, что проблемы связаны именно с недостатком оперативной памяти, и это достаточно такое относительно недорогое простое решение добавить оперативную память, если у нас есть такая с вами возможность, финансовая и техническая. Так, ну и, собственно говоря, дальше при отработке задач у нас воркеры переходят к другой задаче в очередь задач, и результат данных у нас передается в сеть. Так, ну вот здесь как раз такая классическая схема, то есть таких можно найти схем разных вещей достаточно много. Как устроен SQL Server изнутри? Ну, во-первых, я хочу сказать, что SQL Server современный – это гибридная платформа, там есть очень много различных функций, утилит, сервисов. Мы здесь с вами говорим только про Database Engine на самом деле. Это, скажем так, небольшая часть современной платформы, но по остальным вещам мы с вами просто не будем разговаривать. Здесь еще отдельная тема, как, например, оптимизировать работу многомерных баз данных, она у нас сюда не входит. Это другая тема. Мы с вами говорим именно про обычную лекционную базу данных. И вот обратите внимание, если вы изучаете документацию MSDN, что настоятельно рекомендуется, то там часто используются понятия SQL OS. Это такой специальный слой, который позволяет нам разворачивать SQL Server на разных версиях Windows, в том числе 16 SQL, работает также на Linux. Он только-только вышел, я думаю, что еще не успели потестировать такие вещи. Но вот если у вас гибридная платформа, то у вас возникает возможность использовать SQL не только на операционке от Microsoft. Это именно обеспечивается за счет ZETO API. Вот. И в этом компоненте у нас как раз находятся низкоуровневые службы, которые отвечают за целостность работы с данными Talog Manager, чтобы они не были повреждены при параллельном доступе, за работу с памятью, за согласование сервисов, за отработку как раз всех очередей задач, за выводы и прочие, да, вот эти все моменты. Это, в принципе, неплохо описано в веб-монстоении, и есть, в принципе, много литературы, где можно это все спокойно поизучать, если в случае необходимости. Вот. На более высоком уровне у нас имеется компонент Storage Engine. Там, где, собственно говоря, уже мы с вами работаем с данными, со строками, с индексами, с страницами и прочее. Ну, и, в принципе, тоже идет взаимодействие с памятью, работа с блокировками, работа с транзакциями – важный момент. Вот. А в плане оптимизации мы, когда занимаемся оптимизацией запросов, у нас уже интересна обработка квери процессора, как работает квери оптимайзер из Куэльни в разных редакциях, в разных версиях, и мы, собственно говоря, можем именно под нашу редакцию понять оптимизацию, как это все делается. Вот. А с точки зрения баз данных мы с вами уже работаем с объектами хранения данных, такие как таблицы и индексы, да, и с функциональными объектами, там, где мы с вами описываем какую-то нашу логику. Это представление, функции, хранение процедуры, триггеры и прочее. И затем еще есть важный момент – это протоколы, по которым у нас с вами идет взаимодействие нашего сервера с внешними приложениями. Тоже важный момент. Когда у нас с вами классическая клиент-серверная архитектура, то у нас с вами обычно используют TCP-IP, это стандартный сетевой протокол, то есть у нас с вами клиенты подключаются к TCP-IP клиентам, к серверу и, собственно говоря, выполняется их обработка. А если у нас с вами трехзвенность, то есть у нас с вами еще и сервер приложения, то здесь могут быть разные варианты. Если у нас с вами достаточно мощное железо, мощные процессоры, то мы можем с вами получить выигрыш, если установим сервер приложения на тот же хост, на тот же железо, на тот же сервер, что и сервер базы данных. И при этом вместо TCP-IP мы с вами можем использовать Shared Memory. Это, конечно же, намного более быстрое взаимодействие серверного приложения с базой данных. Если у нас с вами сервер приложения выполняет какие-то интенсивные вычисления, то есть мы с вами видим, что он очень сильно грузит процессор, это значит, что его нельзя ставить на тот же компьютер, что и сервер базы данных. И нам тогда придется вставить его на отдельные компьютеры и уже использовать TCP-IP. Это вот основные варианты, которые мы сами можем использовать. Многие моменты, которые мы просто рассматриваем на курсах по администрированию, хотите, ходили на курс по администрированию? По разработке. По разработке, да. Но я просто не буду в это вдаваться, если честно, то мы с вами просто не успеем. Но я думаю, что такой МДАК вы знаете, да, вот. Окей. Дальше. Вот здесь как раз мы с вами можем поговорить, что современные СОБД, современные склассерверы, это не просто традиционная база данных. Вот здесь мы с вами говорим как раз про датабейс Инжинии. Но это на самом деле гибридная платформа. А почему это важно? Потому что, с одной стороны, у разработчиков есть много возможностей, что помимо обработки данных, они могут еще выполнять различные задачи, используя объектную технику программирования, которая позволяет нам разрабатывать сложные вычисления. А транзакт искольный, он, с одной стороны, универсальный язык, то есть я на нем могу тоже написать сложную математику. Но понятно, что это не будет не самый удобный вариант для программиста, да, и не самый быстрый, что линия производительности. Поэтому сложную математику я могу, опять же, реализовать на стороне базы данных, но при этом я буду использовать силуэт, то есть программируют на привычном языке, такой же, как C-Shark, например. При том, что достаточно давно уже появились объектные базы данных, может быть, с ними кто-то работал, с этими объектными базами данных. Например, Intel System Cache, оно в России достаточно распространено. Но это как раз не гибридная база данных, это специализировано, она только объектная. Вот. Дальше есть мощная техника обработки с XML. То есть в SQL, опять же, на основе CLL есть набор API, который позволяет на стороне SQL обрабатывать XML. Там есть встроенные типы данных, там есть встроенные методы. И опять же, мы с вами можем все это совмещать с реализованной логикой. И вот для примера там написано «чистые XML базы данных». Но вот когда программист такие вещи начинает решать, администратору надо быть внимательным. Это значит, что нагрузка на процессор будет увеличена, да, относительно средней нагрузки. То есть это надо тут же понимать. Если вы увидите, что администратор использует SQL-RXML, значит, вам нужен больший запас по процессорам. Это как раз уже зависит от программных эффектур, какой вариант разработчик использует для своих решений. Также есть очень интересная техника, сервис-брокер, которая позволяет делать интеграцию между базами данных. Но можно сказать, что это такая ручная репликация, которая ориентирована не только на поток данных, а она ориентирована на поток задач между серверами. То есть мы с вами можем здесь между собой делать такой бизнес-репликацию на основе бизнес-слойки, да, который позволяет нам, чтобы бизнес-задачи двигались между разными системами на уровне их серверов. Причем, в принципе, такой класс задач интеграции приложений является сложным, и есть большие тяжелые системы, это обычно большие тяжелые проекты для компании. Но оказывается, что если у вас система построена на Microsoft SQL-SERVER, вы можете использовать более простой вариант, чистой транзакции SQL-Code, и в плане производительности он будет одним из самых быстрых. На самом деле, да, то есть как платформа для интеграции, тоже интересное решение. И у нас с вами в 14-й версии появилась поддержка In-Memory OTP, это как раз уже, когда мы с вами можем некоторые узкие места в плане ввода-вывода, в плане блокировок переносить на таблицы In-Memory, переносить на хранимые процедуры In-Memory. Опять же, есть аналоги, то есть эти все технологии, в принципе, известные аналоги, тоже можно их использовать. Но при этом, конечно же, важный момент, что у разработчиков просто есть выбор. Использование подходов In-Memory требует, конечно же, чтобы мы сами об этом задумались сразу же на этапе проектирования системы, потому что там, конечно, будет немножко другая логика работы с данными, другая техника разработки хранимых процедур, запросов. В 14-й версии In-Memory он ограничен, там есть много ограничений технических, что, собственно говоря, не позволяет полноценно перенести большие системы на In-Memory. Но в 16-м SQL-е там уже многие ограничения по синтезису, по ресурсам, они сняты. Тем не менее, в 14-м SQL-е уже первый кандидат на оптимизацию – это перенос временных таблиц In-Memory. Это самый первый кандидат. Коллеги, опять же, кто интенсивно использует временные таблицы своей техники? Да, вы, как организатор, видите, насколько у вас временная таблица нагруженная, и разработчики тоже могут использовать временные таблицы, и сам SQL-е тоже ее сильно использует. Поэтому, чтобы не переделывать полностью всю систему, я лично рекомендую, прежде всего, перевести ту логику, которая связана именно с временными таблицами. Вот для нее, то, что есть в 14-м SQL-е, этого достаточно. Это может вам уже дать хороший выигрыш, но по оценкам Microsoft, от 5 до 10 раз. А зачастую у нас есть прямо какое-то узкое место в системе, мы с вами знаем, что оно узкое, и уже есть ограничения по железу и так далее, и мы с вами знаем затыки с временными таблицами, что вот здесь вот именно может быть отличное решение. Так, вот мне приходится много общаться и с заказчиками, то есть я, когда занимаюсь проектами, я потом внедряю у заказчиках свои решения и занимаюсь поддержкой, по гарантии и прочим. Мне приходится общаться и с заказчиками, приходится общаться с коллегами, которые ко мне приходят на обучение. Конечно же, в начале, когда еще опыта недостаточно, возникают такие гипотезы, как это все работает, и я вижу свои первые задачи, это развеять иллюзии у моих коллег, что, скажем так, нету какого-то чудесного рецепта, всегда нужно иметь такую системную работу по мониторингу, по производительности для того, чтобы быть уверенным, что мы с вами оптимизируем то, что надо, и делом то, что именно приносит к нам результата. То есть, во-первых, даже если у вас какое-то приложение работает на двух серверах, то, скорее всего, оно будет иметь какие-то отличия. Может быть, вы это замечали. Мне приходилось на такие вещи обращать внимание, что ты вроде как ставишь систему, на которой у тебя на сервере работали несколько лет, ставишь на другой сервер, он имеет похожие конфигурации, но он работает уже по-другому. Там какая-то другая сетевая среда, что это такое, это все влияет, оказывается. Дальше, на самом деле, все меняется. У вас постоянно меняется количество пользователей, у вас постоянно меняются аппаратные какие-то характеристики, влияют, в том числе и характеристики внешние аппаратные системы, сетевые, например, какие-то настройки влияют. И у вас, программисты, они же кушают свой хлеб, правильно? Они постоянно обновляют как системные компоненты, так и прикладные компоненты. То есть, это все очень сильно меняется. Ну и, поработав, то есть, мне в свое время довелось поработать с опытными коллегами, которые тоже мои мифы развеивали. То есть, у меня тоже же раньше было представление каких-то тайных знаний. Мне довелось поработать, в том числе, с разработчиками Microsoft, а они как бы должны знать все. Если они пишут код из Коля, они должны знать все, правда? Но оказывается, что из Коля это сложная динамическая система, и там, на самом деле, все делается с помощью тестирования, на самом деле. То есть, тоже задача решается, по-моему, оперативается только с помощью тестирования. Безусловно, конечно же, интуиция нам помогает, когда, в принципе, мы с вами имеем богатый жизненный опыт, у нас с вами уже есть какие-то приоритеты, которые мы с вами понимаем, что, скорее всего, проблема вот в этом. И там какая-то проблема в коде, либо какой-то индекс, мы с вами это можем очень быстро сделать. Но надо быть всегда аккуратным. То есть, я считаю, что профессиональный признак – это такое поведение пуганой вороны. Ты всегда стараешься поселить соломочку. А что будет, если не получится? То есть, ты должен быть всегда к этому готов. Это профессиональное поведение администраторов. То есть, не доверять самому себе. Ну и, по сути дела, оптимизация является достаточно сложной, трудоемкой работой, поскольку, прежде всего, нам надо сделать комплексную диагностику. И во многих случаях опасно, если мы с вами будем тут же оптимизировать боевой сервер. Может быть, у кого-то из коллег был инцидент, когда прямо на боевой системе при оптимизации можно что-то было сломать. Сломать боевую систему очень легко, на самом деле. При этом, на самом деле, опять же, вначале нам кажется, что оптимизация запросов – это и есть максимальное ускорение. Но, действительно, это так. Потому что для пользователей и для молодых программистов именно время отклика является тем фактом, который они воспринимают как объективный показатель. Но, на самом деле, это субъективный показатель, который совершенно производный. Как известно, у разработчиков все летает, все работает. Почему? Потому что на водотестованной машине никто больше не работает. А в боевой системе время отклика уже является производным показателем. И мы, конечно, можем его использовать как некий царевой порог, с точки зрения СЛЭ. Мы, как администратор, должны получить какое-то максимальное время отклика. Но при этом он для нас является производным, и мы не можем его использовать целевой при своих внутренних измерениях. То есть мы сами должны стараться находить баланс как по железу, так и по обработке запросов. Именно мой метод, я всегда ищу баланс. Ну и дальше есть суровая правда, что у инженеров есть такая поговорка, что любое инженерное решение – это выбор из двух зол. Стараемся выбирать наименьшее из зл. То есть любое наше какое-то действие, любая активность, она имеет последствия, они всегда ожидаемые. В плане оптимизации это всегда такой важный момент, что мы с вами должны понимать, на что это может повлиять. И обычно оптимизация приводит к осложнению работы системы. Как аппаратным осложнению, программным осложнению, архитектурным осложнению. То есть за оптимизацию надо платить. Ну и важный момент, что оптимизацией можно заниматься бесконечно. Это работа, которая unlimited, поэтому у вас должно быть, во-первых, для себя четкое понимание целей, критерий, которые вы для себя задаете, то есть приемлемый уровень для воспроизводительности. С другой стороны, конечно же, сапожник должен быть в сапогах. То есть мы с вами, как администраторы-разработчики, должны использовать инструменты, должны это все дело автоматизировать. Это в наших руках. И получается, что у нас с вами диагностика, это, как мы с вами видим, такой постоянный, автоматизированный и многомерный анализ. То есть нет простого показателя, нет простого набора показателей, который всегда нам дает объективную картинку. Мы с вами всегда еще занимаемся таким мета-анализом, а насколько наши методики в данном случае срабатывают. Помимо того, что мы сами используем. Ну и такие классические области нагрузки, которые мы с вами отслеживаем, прежде всего это вот вывод, работа индексов. А здесь как раз интересные обратные связи, что когда мы с вами настраиваем индексы, мы с вами это делаем прежде всего для того, чтобы уменьшать вот вывод. Потому что грамотная настройка вводов-выводов, грамотная настройка индексов, она как раз снижает в разы и порядки именно нагрузку на ввод-вывод. Это первое, за что мы с вами смотрим. Также, конечно, мы с вами смотрим на транзакции, уровень изоляции, как это все влияет в плане блокировок. Здесь мы с вами уже это делаем совместно с разработчиками. Потому что здесь от программного кода, то есть качество программного кода уже становится критическим фактором. Здесь мы с вами, как администратор, должны учить разработчиков, помогать им писать качественный код, который будет в нашей системе критно работать. Ну и, конечно же, запросы. Запросы и транзакции, в основном их анализ снижает, снижает основное время производительства. Мы очень много анализируем, какие запросы у нас являются причиной проблем производительности, причиной проблем с блокировками, почему, в чем проблема. Смотрим выполнение, чтобы понять, что там надо на системном уровне. Смотрим программный код, чтобы понять, что надо вместе с разработчиками решать такие проблемы. То есть вот такие основные зоны нагрузки, которые мы с вами отслеживаем. Ну и, в принципе, у нас с вами может быть два направления решения. Либо мы сами видим, что можно и нужно, есть такая возможность добавить какие-то аппаратные ресурсы, там добавить и прийти на память, улучшить нашу систему ввода-вывода, там добавить еще свою карту, там повысить там наши процессоры, их мощность. Вот. Но в большинстве случаев все-таки мы с вами должны выполнять именно оптимизацию, как снижение нагрузки, как ее балансировать. Да, вот именно мы с вами будем говорить про второй вариант, да, снижение нагрузки, как это делается. В общем случае, у нас с вами есть три стратегии оптимизации. Вот как раз работа над тем, что мы с вами усиливаем мощность нашего сервера, это является вертикальным масштабированием, когда мы с вами вкладываемся в ресурсы. Второй подход, когда мы с вами тратим свои ресурсы на качество, на программный код. Причем это может быть вариант, когда у нас код собственный, либо у нас вариант, когда у нас продукт приобретенный, значит, надо консультироваться с вендором, с ним мешать все вопросы, мотивировать его, стимулировать к тому, чтобы он все-таки повышал качество его кода. Вот. Третий вариант, он на самом деле мой любимый, горизонтальное масштабирование. Я это называю разложить какую-то пиковую нагрузку на конвейер. То есть, во многих случаях можно с точки зрения функциональности вот из какого-то одного сервера, который очень нагруженный, вынести отдельные роли на другие сервера физически. Это называется горизонтальное масштабирование. И здесь вместе с разработчиками это на самом деле получается сделать. Это отличное решение, потому что оно повышает надежность, потому что оно достаточно экономичное. Ну, мы с вами знаем, горизонтальное масштабирование оно всегда дешевле, чем вертикальное масштабирование. Это уже совместное решение в плане архитектуры. Вот. Что интересно, если мы с вами будем использовать то, что сегодня актуальная тема база данных памяти, это сразу комплексное решение, поскольку при использовании InMemory нам придется добавить оперативную память для сервера, потому что InMemory в 14-ом SQL он умеет работать до 250 гигабайт оперативки, значит, мы с вами должны предоставить ему столько памяти, помимо того, что у нас память кушается под все обычные задачи авиационной и операционной системы. В 16-ом SQL это уже 2 терабайта оперативной памяти мы с вами можем использовать под InMemory. То есть, это, конечно же, использование InMemory требует от нас прежде всего наращивания оперативной памяти, но и также процессоров, потому что там меняется сильно баланс между вводом и выводом и процессором. Там уже процессор становится наше место. Вот. А также, конечно же, использование InMemory потребует от нас рефакторинга, там обязательно потребуется помощь программиста, который должен поменять алгоритмику, логику работы программы и все это тщательно протестировать. И также, конечно же, с помощью InMemory мы с вами решаем прежде всего задачи в горячей зоне, да, и вот здесь мы с вами четко выделяем эти задачи как бы как отдельный кластер, да, тоже меняется некая такая, идет как бы такой горизонтальный масштабирование. То есть InMemory у нас с вами получается комплексная скатерина, которая издрагивает все моменты. Ну и здесь давайте мы сами вспомним прежде всего классические техники оптимизации базы данных. Как мы с вами говорили, это прежде всего анализ качества программного кода. Ну, хорошо, когда мы сами имеем своих разработчиков, да, и можем с ними взаимодействовать. А когда у нас с вами идут уже продукты, да, там, конечно, все намного сложнее, там приходится взаимодействовать с вендорами. А у вас, коллеги, был такой опыт оптимизации продуктов, например, шейпоинта. Нет? Занимались? Оптимизацией занимались, конечно. Вот именно таких внешних систем, да, то, что называется черный ящик. Ну, некоторые внешние системы позволяют себе процедуры исправлять, понимаемые индексы ставить. Некоторые действительно ничего. Там, где весь код находится на C-шах на приемте. Да, к сожалению, не все продуктовые системы, как мы с коллегами обсуждаем, они позволяют с собой работать как классическим способом, да, для ДБЕ. Здесь, конечно же, их оптимизация обходится сложнее и дороже. Но, тем не менее, опять же, классика оптимизации, это работа с индексами, с индексами работают еще на этапе проектирования баз данных, еще проектировщик базы данных должен уже заложить какую-то стандартную нагрузку, он уже примерно должен представлять, где у него будут основные тяжелые запросы работать. Вот, затем разработчик совместно с администратором может уже при внедрении и поддержке систем также добавлять и настраивать эти индексы. Работа с индексами, она постоянная, так же, как и работа с кодом. Ну, и также важный момент это работа с транзакциями и с блокировками, поскольку некачественные, прежде всего, проблема, источник этой проблемы это некачественный программный код, да, и он сводит на нет все усилия администратора и других разработчиков, да, достаточно одному новичку написать какой-нибудь грязный код, да, все это почувствуют. Так же, как бывает, что один пользователь запустил какой-то тяжелый процесс, да, и все как бы идут пить чай, что называется, такое тоже бывает. Такие вещи мы с вами должны, конечно, плавливать и как бы уметь их анализировать и компенсировать. Так, ну, также, конечно, важно, что опытный администратор умеет аккуратно настраивать и аппаратные ресурсы, и системные настройки самого из Кольсейера. На эту тему тоже есть богатые рекомендации и на МСДН, и в блоках. И для больших баз данных мы с вами используем в интерпрайсе редакции и секционирование, да, когда мы с вами превращаем очень большие таблицы в отдельные секции, тоже за счет этого можно оптимизировать. Вот, ну, в некоторых случаях приходится использовать рефакторинг. У меня была такая история, когда мы хотели сделать обычное клиентское серверное приложение, но нам требовался реал тайм, да, а база данных это не реал тайм, да, и у нас были проблемы с железом у заказчика. Заказчик не был готов выставить то же резо, которое требовалось, да, нам пришлось написать серверное приложение. И, собственно говоря, серверное приложение, он решил обе проблемы. Он решил проблему реал тайма и то, что система была отзывчивой, но на относительно слабом железе. То есть, как бы, разработчиков здесь очень много зависит. Вот, и в плане рефакторинга мы с вами также можем уже с 14 версии использовать InMemory. Это тоже техника рефакторинга. Здесь мы с вами давайте поговорим про баланс нагрузки, потому что во многих случаях мы с вами делаем оптимизацию то, что называется набегу. Да, у нас с вами там очень задачи, очень критичные, да, и мы зачастую просто делаем некие заплатки. Прямо здесь подкрутили какой-то там индекс, подкрутили какой-то запрос и так далее, чтобы он заработал. Но на самом деле все-таки важно понимать в целом, как у нас работает система и так далее. Здесь мы опять же с вами поговорим про память, потому что недостаток памяти действительно такая вещь очень серьезная, что как только у нас памяти с вами не хватает, у нас тут же увеличивается нагрузка на вот вывод и тут же увеличивается нагрузка на процессор. Да, конечно, мы с вами можем добавлять там лишние процессоры, можем там ускорять нашу систему вывода, но во многих случаях проще и правильнее именно сделать диагностику, увидеть, что проблема в оперативной памяти, и ее расширить, так как это требуется под нашу нагрузку. Оперативная память на сегодня относительно недорогая, то есть мы можем себе позволить там лишние 64, 128 гигабайт памяти. Да, коллеги? Дальше, опять же, может быть другой момент, то есть мощное железо, но как бы неудачная конфигурация, либо какие-то коллизии на уровне накопителей, могут быть такие вещи, либо у нас может быть внешний накопитель или какой-то медленный сетевой интерфейс. То же самое, то есть мы с вами видим, что оперативной памяти хватает, процессоры не перегружены, да, почему система тормозит. Смотрим, что у нас действительно проблема в том, что у нас много очередей в сетевых интерфейсах либо в вводе-вывода. Здесь важный момент, что в многих случаях важно смотреть на это глазами пользователей, то есть учитывать их обратную связь. Еще может быть важный момент, если мы с вами не учли, что при высокой нагрузке, даже если мы с вами купили много памяти, много дисков, быстрые процессоры, но не подумали про системную шину, это будет следующее узкое место. Как определить есть еще четыре по системной шине? По системной шине честно говоря сходу не скажу, но должны быть обязательно такие вещи. Там же будут очереди накапливаться, то есть мы с вами видим нагрузку, видим какие очереди, и можно прямым или косвенным образом уже увидеть эти вещи. Ну и собственно говоря что мы при высокой нагрузке хотим с вами сделать. Нам не нужны с вами большие диски, мы с вами хотим как раз чтобы у нас были быстрые диски и чтобы они обеспечили параллельный ввод-вывод, при этом у нас с вами чем больше накопителей сетевых карт, тем больше требуются процессоры под ввод-вывод. Всегда не забываем про эти балансы. То есть любое решение мы с вами стараемся балансировать. Вот такой принцип. Понятно, что такие самые простые общие кейсы, чисто для интереса. Ну и вот как раз на самом деле тоже мой любимый кейс. Знаете, есть такая проблема в практике современной, это зона ответственности. Потому что одна зона ответственности администратора базы данных, другая зона ответственности у разработчика, третья зона ответственности у системных администраторов и каждый говорит, что у него все хорошо. То есть зачастую на самом деле реально проблема решается, когда мы садимся вместе и вместе это решаем. И зачастую когда мне приходится заниматься диагностикой систем, я просто вижу, что сервер-то хорошо работает и код хороший работает, а вот сеткой надо разбираться. Это зачастую у администраторов заказчика почему-то выпадает из зоны видимости, это тоже важный момент. Что администратор базы данных за этим может и должен смотреть, как у него работает сетевой интерфейс, у него для этого есть инструменты, и сетевой администратор тоже должен конечно же обеспечивать нужную производительность. Это тоже важно. Про это не забываем. Вопрос большая база данных. Ну вещь объективная для меня база данных большая, небольшая до терабайта, до 10 терабайт средняя база данных, когда у вас уже десятки терабайт, это уже большая база данных. Но это вещь субъективна, потому что под каждую систему это свое. Если мы сами разрабатываем систему, у нас профессиональные разработчики, можно использовать такой подход. А если у нас сами какие-то продуктовые решения, там совершенно своя градация. Тут надо смотреть от решений от платформы, которые мы с вами используем. Ну и вот вспоминаем собственно говоря про разработчиков, что отличное железо, опытный администратор, но необходимо контролировать качество корня, иначе чудес не бывает. То же самое пользователи будут бежать к администратору, почему у нас тормозят отчеты и наши приложения. Так, немножко вспомним, какие у нас с вами есть основные инструменты для мониторинга, которые мы с вами используем для оптимизации, и как мы с вами можем их использовать. Классический инструмент это из консерии профайлер, на сегодня у нас появился новый инструмент в современных версиях, это расширенные события, экстремные терминсы, но тем не менее, лично я привык к профайлеру, я позволяю его использовать при не очень больших нагрузках, тем более, что с помощью Escort Trace API он позволяет создавать автоматизированный сценарий для мониторинга, и это уже рекомендуется для нагруженных систем. Но Microsoft сейчас уже развивает Extended Events, также надо их использовать. Если вы имели опыт работы с Escort Profiler, то там это все похоже, просто надо привыкнуть к особенности интерфейса, работать с событиями. Performance Monitor тоже классический инструмент, который используют в том числе системные администраторы, они позволяют вам как раз получить картинку начиная с железа, в том числе там есть счетчики для служб самого Escort Server, там могут быть счетчики для приложений, прикладных, там программисты могут себе закладывать специальный объект как счетчик для того, чтобы инвестизатор понимал, как работает прикладной код. Ну и тоже мой любимый инструмент это транзакт SQL. В принципе, с использованием системных процедур, с использованием динамических продающих объектов, мы с вами можем понять практически любой аспект работы SQL Server, начиная с железа, заканчивая конкретными запросами пользователями приложениями. Также не забываем про логи. Опять же, опытные администраторы знают, что прежде всего мы смотрим логи, собираем информацию для того, чтобы получить какую-то для себя подсказочку, в каком направлении надо двигаться при решении проблем. Какие у нас с вами могут быть задачи? Важная задача, которую мы можем решать в автоматическом режиме, это анализ тенденций. Мы с вами должны примерно понимать, как меняется профиль работы нагрузки на нашу систему, что будет через месяц, через год, чтобы заранее быть готовым к этому. Конечно, бывают пики, бывают какие-то нестандартные активности, но в общем случае мы с вами должны за этим следить. Поскольку при оптимизации нам с вами необходима тестовая площадка, то когда мы с вами выбираем те или иные варианты оптимизации, нам необходимо это тестировать. Простое тестирование выполняется с помощью серии профайлера, но на самом деле есть простые удобные инструменты, которые позволяют нам сделать многопользовательное нагрузочное тестирование. Например, утилита Stress.exe. Вы сами пишете с помощью программистов нагрузочный скрипт, и с помощью него можете легко эмулировать нагрузку по ресурсам серьезную, можете даже больше сделать нагрузку, чем на боевой системе, и также множество включений пользователей, для того, чтобы посмотреть, как код поведет в случае блокировок. Тоже важный момент. Часто бывают горячие задачи, когда у нас сейчас возникла какая-то неожиданная проблема с производительностью, неожиданная в этом случае можно использовать любой инструмент. Например, Activity Monitor, там можно легко посмотреть и сессии, и нагрузку общую, и команды, которые выполняются, и блокировки, и даже сделать kill. Но kill, конечно, не решает какие-то проблемы. монитор поднимется, сто раз успеешь татар вскоре мониторить. Ну, да. Тем не менее, для начинающих администраторов это инструмент. Также, конечно, для нас важен проактивный мониторинг, когда у нас есть с вами некий порог чувствительности, когда проблема еще для пользователя не возникнет, но мы сами начинаем понимать, что система движется к некой границе, где будет резкое падение производительности, а падение производительности также снижает и надежность системы, поэтому для себя какие-то пороговые мы с вами настраиваем значения и получаем как бы первый сигнал. То есть мы с вами должны самым первым узнать о том, что начинаются проблемы с производительностью. Это то, что называется предупреждение. Вот. Я, честно говоря, наверное, ошибся, там должен быть перформанс монитор, да, галочка, это ошибка, на слайде, да, но и с помощью транзактов с Куле тоже можем это все легко настроить, с помощью агентов и как угодно. Также могут быть нестандартные задачи, поскольку там система бывает совершенно разная, база данных бывает разная, и на самом деле подходы к оптимизации, к мониторингу может быть разным. да, у меня один подход, у вас может быть другой подход, и как бы это совершенно нормально. Ну и, конечно, для кастомных задач мы сами это все делаем с помощью программного кода. При том, что если вы посмотрите, и я вам дальше тоже покажу, есть инструменты, во многих случаях они бесплатные, вы там просто находите на форумах, там любимые инструменты используйте и так далее. Чуть-чуть дорабатывайте, либо используйте как есть. Так, здесь давайте мы с вами вернемся к логике обработки задач. У нас с вами любая задача имеет три состояния. Активное состояние, когда она выполняется процессором, различным процессором, состояние ожидания ресурса в вейтер-листе, когда для задачи требуется, например, чтобы у нас что-то прочиталось из диска, либо возникла блокировка данных из другой транзакции. Это у нас будет режим ожидания. И у нас с вами будет очередь на исполнение, когда нет ожидания ресурсов, но просто-напросто мы ждем следующий квант времени для нашей задачи. Вот три таких основных статуса. При этом есть такой интересный момент. что если у нас задача не успела завершиться за текущий квант, система смотрит, требуется ли задача какие-то ресурсы, если ей не требуется ресурса, который она ждет, она тоже переходит в очередь ренейла. это мы с вами видим по такому специальному типу ожидания SOS Scheduler EOD. Это по сути дела ожидание сигнала на следующий квант выполнения. А если у нас задача ожидает операции чтения данных, ввода, вывода, либо ожидает блокировки данных, она попадает в ОРТ. Это мы видим уже тоже из таких задержек. по сути дела можно сделать достаточно комплекс, такую полную картинку, анализируя именно эти ожидания. То есть эти ожидания очень важны. Тоже моя любимая техника, что анализируя эти данные, ты можешь получить процентов на 80 полную картинку, что у происходит. С помощью представления динамического демо освоить статус мы получаем накопительную статистику по разным типам ожиданий. А с помощью представления демо освоить тинь таск мы можем увидеть все текущие активности. Коллеги, я забыл сказать, я это потом все выложу на сайте. Скопируйте потом, что помните все вещи. С помощью таких представлений мы можем понять профиль нашей системы. У нас может быть маленькие ожидания, задачи. Это значит, что наши ресурсы полностью покрывают запасом текущую нагрузку. Нагрузка относительно небольшая для нашего железа. Это для нас отпуск. Отдыхаем в данном случае. Может быть вариант другой. Мы видим, что много задач, но задержек относительно немного. Это значит, что наш сервер оптимально сконфигурирован и мы эффективно справляемся с высокой нагрузкой. Я анализировал основные вейтинги у нас с параллелизацией связанными. О чем это говорить и как бороться можно? Есть какие-то рецепты? Насчет параллелизации. Это SX packet, если я правильно помню. Такие задержки. Да, точно немного. С параллелизацией. Да. Смотрите, сами по себе есть вейтинги, которые не являются алармом. нормальны. Надо различать вейтинги, которые связаны с ресурсом, сводом выводом, за ними мы с вами следим. Есть ожидания, связанные с блокировками, за ними следим. А вейтинги связаны с переключением или параллельностью. Если мы видим, что система работает нормально, нас это не беспокоит. косвенный признак, он сам по себе высокий показатель не является проблемой. В совокупности с другими показателями он уже может нам понять, в чем проблема. В данном случае, если у нас система тормозит, и мы видим, что еще высокие показатели по параллельности, то может быть два варианта. Либо у нас некорректно настроена чувствительность к порогу, когда требуется распореливание, есть параметр конфигурации сервера. Либо у нас есть хинт, программисты тоже могут хинты делать, либо у нас процессор стал узким местом. Он не успевает за квант отработать, у нас слишком много приключений. Но я повторяю, что сам по себе данное ожидание не является алармом. Отдельно мы по нему не оцениваем. Есть какая-нибудь диаграмма на какие рейтинг у вас строят обращения не будет? Да, мы с вами чуть попозже об этом поговорим. Более того, у меня будет список литературы, там, где вы можете глубоко это все почитать. Но я все не могу рассказать. Здесь как раз мы с вами видим, многие показатели можно брать как из перформанс монитора, так и можно брать с помощью ДМО. Я предпочитаю ДМО, потому что осуществление базы данных это все делаю. тем не менее, перформанс монитор тоже штука отличная, тоже хорошо, если вы его используете. И мы с вами с помощью его можно относительно просто анализировать нагрузку на железо в плане процессора. Вот мы с вами видим показатели, которые можно использовать именно для анализа нагрузки на процессоры, и аналогичные генемические представления, которые можно использовать на стороне базы данных. Так, ну и что собственно говоря мы с вами можем делать, если мы с вами видим перегрузку процессора, видим, что он не справляется. Здорово, когда нам здесь могут помочь разработчики, если у нас есть опыт, который позволяет нам оценить качество кода и вместе с разработчиком его решить. Я повторяю, что это на самом деле самый правильный, самый экономичный вариант, самый быстрый на самом деле. То есть, если честно, кто не работает, кто-то не ошибается, на боевых проектах иногда пишешь не самый оптимальный код, и потом, когда ты локализуешь его в реальной нагрузке, то его поправить в общем-то дело-то нескольких часов. Тут ничего страшного нет. Поэтому обращаю на это внимание. Второй момент, который мы с вами должны проконтролировать, что еще работает на сервере. Какие у нас еще другие активности могут работать. Это может быть, не дай бог, антивирус, это может быть какая-то утилита безопасности, все что угодно. То есть, вы должны это контролировать, если у нас сервер является критичным. Также у нас по определенным причинам может быть слишком высокий уровень компиляции нашего кода. То есть, на это влияет и некорректные настройки статистики, на это могут влиять в том числе и сам программный код, когда есть опция компайл, не всегда могут быть оправданы. Это мы с вами тоже разбираемся. Именно операция компиляции самого кода является интенсивным в плане нагрузки цепи. Можно ли задать время компиляции, увеличить его, чтобы Microsoft разумное время компиляции использует, а у нас есть возможность там час, чтобы он подбирал план выполнения, но чтобы самый лучший. Есть такая возможность или нет? увеличить время компиляции для того, чтобы получить идеальный план выполнения. идеальных план выполнения нет. Видите, в чем дело? В зависимости от параметров наш план выполнения всегда является средне-оптимальным. Вы же понимаете, что на одних параметрах он будет иметь такой вот вывод, на других параметрах он будет иметь другой вывод, почему иногда приходится делать опции компайл. Поэтому идеальный план выполнения там есть такая штука как план гайд, когда мы сами подбираем оптимальные параметры, докручиваем квери-оптимайзер, но не зашиваем это в боевой код, потому что в боевом коде всякие хинты это зло. Потому что вы мешаете квери-оптимайзеру балансировать нагрузку. Это техника план-гайдов. На курсе по оптимизации я потом дальше покажу, это рассказывается, здесь я просто не буду в это вдаваться. Ну и оказывается, что во многих случаях, если мы с вами видим перегрузку по процессору, то может быть действительно у нас проблема с оперативной памятью, то есть мы ищем всегда первопричину проблем, либо же в некоторых случаях нам придется действительно сделать апгрейд, но процессоры это дорогие компоненты, то есть это не во всех случаях, по финансовым аспектам для нас это возможно. Вот, также, конечно же, важно, чтобы все наше железо было корректно настроено, потому что во многих случаях там могут быть проблемы именно с неконректной настройкой железа, потому что чисто у трейдов как-то не так настроен и прочие вещи. Но это уже в принципе мы с вами обращаемся к вендорам, чтобы они помогали нам такие вещи настраивать. На что тратится память сервером базы данных? Есть, конечно же, память, которая тратится на сами программные компоненты, но она относительно небольшая. По-моему, если я не ошибаюсь, она вписывается в пределы 2 гигабайт все компоненты из кольца. В основном, конечно же, мы с вами обращаем внимание на кэш-данных, чтобы у нас с вами не было интенсивного ввода-вывода. То есть если не хватает памяти для кэша-данных, значит у нас будет перегрузка ввода-вывода в постоянном чтении данных. Также важен для нас кэш-скриптов. Если у нас с вами будет не хватать памяти для кэша-скриптов, это значит, будет постоянно перекомпиляция, поскольку у нас старые планы выполнения, будут вытеснять старые планы выполнения, и соответственно будет нагрузка на процессор. Но не забываем о процессе подключения, поскольку на это тоже требуется приятная память, поэтому чем больше у нас с вами одновременно работают пользователи, тем больше для этого надо тоже иметь запас. А вот на выполнение своих запросов там тоже есть рабочая память, так называемый workflow. То есть для каждого запроса, помимо того, что есть кэш-дан и кэш-скриптов, тоже есть своя рабочая память для каких-то его внутренних операций. Когда вы смотрите план выполнения, вы это можете легко посмотреть. Там есть специальный показатель Grant Memory. как мы с вами можем поанализировать нагрузку на оперативную память. Здесь мы с вами видим счетчики, видим такую команду DBCC Memory Status, она дает такую детальную картинку нам в реальном времени по использованию по работе памяти сервера. И также видим набор системных представлений, которые тоже нам позволяют очень глубоко проанализировать работу памяти. Что мы с вами делаем в этом случае? Опять же, программный код. Смотрим, как у нас приложения работают с запросами. В некоторых случаях помогает кэширование данной стороны приложения. на самом деле. Можем, например, снизить потребление памяти, отказавшись от сертировки на стороне сервера, если это возможно по алгоритмизации. Там много профессиональных техник, что мы можем использовать. Есть также момент сжатия данных. Что это значит? Есть данные, которые весят по-разному. например, time, просто date time, date time 2 и так далее. Есть слот, есть намерик и прочее. В некоторых случаях мы можем более аккуратно проектировать типы данных. Это может дать на больших сотни миллионов записей. Это может дать очень существенный выигрыш. Когда вы аккуратно проектируете типы данных. На боевой системе понятно, что это не всегда получится. Вы даже не можете сделать alter table. Если операция может быть тяжелой, но если вы изначально на этапе проектирования отслеживаете, то вы можете получить большую экономию. Если есть возможность, оперативная память относительно недорогая, мы можем ее прикупить. В том числе мы можем проконтролировать из всей совокупности физической памяти сколько у нас выделено именно под SQL и мы можем добавить еще SQL. Но не забываем, что для операционной системы тоже требуется оперативная память. если слишком мало ресурсов оставим для операционной системы процессора и памяти у нас будет тормозить именно из-за операционки. То есть всегда думаем про баланс. В общем случае может быть такой пошаговый алгоритм. Здесь есть важный момент. Опять же мы говорили про динамические системы, что нет такого абсолютного показателя, который бы нам сказал, что недостаток памяти. Это всегда динамические комплексные показатели. Скажите, пожалуйста, в реальной жизни встречалось, что вы пользуетесь ресурс-гувернером для таких концернов? Ну или вообще ресурс-гувернером? Смотрите, лично я больше разработчик, только при развертывании системы занимаюсь такими вещами, администрирование, но мои коллеги рассказывают, что они это используют. Те, кто именно профессиональный админ, они это используют для того, чтобы разделять активность по бэкапу. То есть это живая технология, да? Не спорим. ну как бы я не майкрософт, я не могу гарантировать за майкрософт, но как бы на практике это используется и вроде как работает. Окей? Вот, смотрите, при мониторинге опять же нам нужна с вами некая базовая оценка производительности, это называется бейзлайн, да, и мы во многих случаях можем получить быструю картинку именно отталкиваясь от нашего бейзлайна, потому что во многих случаях проблема с производительностью она как бы именно как бы выглядит как отклонение от неких стандартных показателей. И здесь мы с вами как раз можем видеть, что возникло отклонение и что мы с вами можем проверять. Проверяем доступную память, да, и здесь мы с вами уже работаем на уровне железа, на уровне диагностики операционной системы, в том числе проверяем, кто еще потребяет оперативную память, это в принципе можно легко посмотреть прямо по таск-менеджеру, там плачка диагностики и прочее, либо через performance монитор тоже все легко мы с вами можем посмотреть. А вот дальше мы с вами уже переходим на уровень сколь сервера, проверяем как у нас потребляется память сессиями, как у нас потребляется память буферами, вот, и в некоторых случаях у нас с вами могут быть также даже какие-то сбои, если у нас где-то была некорректная настройка параметров работы сколь сервера. Это мы с вами уже проверяем по журналу и сервера базы данных. Про журналы никогда не забываем. Это, собственно говоря, первое место, где мы с вами смотрим все эти моменты. Так, теперь мы с вами переходим к воду-выводу, но теперь немножко мы с вами вспомним, как вообще устроена база данных. Но логический компонент нам здесь не очень пока интересен, мы с вами обратим внимание на физический компонент. То есть у нас есть группа файлов и сами файлы данных, при этом отделяются файлы данных от журнала транзакций. Почему? Потому что у них принципиально разные активности. Вспоминаем, что у нас для данных есть доступ случайный, то есть у нас по сути дела требуется, чтобы был прямой доступ случайный, именно чтение было быстрае, а для журнала транзакции там идет последовательная запись, требуется, чтобы у вас была быстрая последовательная запись. И, собственно говоря, мы с вами таким образом можем, выбирая правильную конфигурацию аппаратных носителей, оптимизировать нашу систему. Также мы с вами можем с помощью организации групп файлов разбивать наши данные по секциям, можем выносить какие-то отдельные тяжелые таблицы в отдельные файлы, для того, чтобы доступ данных был параллельный. Можем выносить отдельные индексы в отдельные файлы, можем делать секционирование наших больших баз данных с помощью групп файлов и так далее. То есть, вот эти моменты, они все очень важны в плане техники оптимизации ввода, вывода. Дальше конечно же мы с вами можем отслеживать работу со страницами данных, работу со страницами индексов, работу с экстентами и так далее. Сами показатели, которые мы с вами получаем через системные представления хронической процедуры, они как раз обычно используются в качестве единицы страницы ввода, вывода. Мы с вами должны не забыть, что страница это 8 кБ, для того, чтобы все это аккуратно считать. Ладно, о том с вами вспомнили. А вот здесь, исходя из этого, у нас с вами есть принцип размещения файлов баз данных. Самый первый принцип, который тоже иногда забывают, то, что мы с вами должны, во-первых, выделять ресурсы для операционной системы и не должны смешивать нагрузку. То есть, необходимо, чтобы у нас это были отдельные диски, отдельно для операционной системы, отдельно для файлов подкачки, отдельно для самой базы данных. Еще раз повторяем про то, что должно быть разделение для файлов данных и для журнала транзакции по разным дискам. И также типичное узкое место это работа временной базы данных. То есть, за ней надо тоже постоянно наблюдать, как она работает. Временная база данных, она не используется для хранения наших рабочих данных, но в ней тоже может быть очень большая нагрузка, и у нее тоже есть журнал транзакции. И это тоже может быть очень важным эффективным решением, когда вы именно ее оптимизируете. Это может повлиять на вашу боевую систему намного лучше, чем если вы занимались только оптимизацией боевой системы. Ну и, собственно говоря, как мы с вами говорили, разделение данных и индексов по разным дискам, разделение тяжелых таблиц по разным дискам и санкционирование таких больших таблиц. Это все классическая техника, связанная с размещением данных по дискам. То есть здесь имеется в виду, что каждый файл находится на отдельном диске, отдельном шпинделе. Даже если у вас есть рейды, вы делаете такую же вещь с рейдами, то есть только у вас вместо файла будет рейд контроль. Вот. Если чуть-чуть поподробнее поговорить про системное устройство, здесь я чисто для интереса вывел списки данных, это так называемые системные странички, которые мы с вами напрямую никогда не работаем. Но, собственно говоря, нам с вами и не надо с ними работать. Это так чисто как бы в плане хакинга, либо интересно можем с вами почитать. Но мы с вами обычно работаем со страницами данных, со страницами индексов, со страницами больших объектов, где у нас хранятся лобы, всякие документы, картинки и прочие бинарные объекты. Это нам уже интересно. При этом опять же вспоминаем, что это все хранится в файлах данных, у нас там с вами есть стенды, и у нас это все может быть перебрежено. Есть специальные данные, где это все управляют. По крайней мере, если вам будет интересно, по этим ключам славы, вы можете найти более-менее информацию. И как раз есть такой тип ожидания ввода-вывода афинк и окомпришн. Когда мы с вами говорили, что ресурс ждет выполнения операции, попадает в лист ожидания, в этот лист, это значит, что для данной задачи требуется операция ввода-вывода. Мы с вами можем какое-то посмотрите по данным типу ожидания. Как мы с вами можем анализировать нагрузку на систему ввода-вывода? Опять же, примеры показателей, примеры запросов. В конце я вам просто покажу уже готовые искать запросы коллеги там, где вы просто увидите примеры использования их. В конце у вас будут примеры боевого кода. Как это делается. Опять же, оптимизируем код ввода-вывода. Все-таки программист должен немножко задумываться о том, как он обрабатывает данные, зачем он вообще эти данные читает, в умных случаях они просто могут не требоваться пользователю. Грязный код так же называется. И также, конечно же, с помощью индексов и статистики мы с вами можем очень серьезно оптимизировать нагрузку на ввод-вывод. То есть, какая-то недостаток индексов либо просто неактуальная статистика, она приводит к тому, что у нас строится на оптимальное выполнение. Опять же, на сегодня, помимо традиционных решений RAID, SAN, NAS, становятся более популярные SSD-решения. Коллеги, кто-нибудь использовал SSD, дома, но дома вы заметили разницу, что процессор-то не надо менять, поставьте SSD и будет вам счастье. Я помню, когда меня 5400 на 7200, тоже чувствовал разницу в диске. что ввод-вывод это, конечно, очень важный компонент. И, опять же, лично я под базу данных SSD не использовал, но мне коллеги рассказывали, у кого-то был очень хороший кейс, а у кого-то был вообще нулевой результат. Потому что там не только вывод, как мы знаем, работает. Значит, у него проблемы в другом месте приходятся. Но, по крайней мере, считается, что хороший SSD может тоже уже заменять обычный средний рейд, не самый производительный. Более того, SSD можно обвинять в рейде. В этом мощных контроллерах. Это уже становится такое достаточно даже экономичное решение, что позволяет сэкономить на рейдах. Вот. Опять же, здесь нам может потребоваться поддержка вендора, потому что много вещей, которые, то, что называется, вендор-специфик, именно конкретно настройка данного железа. То, что мы с вами должны вместе решать с помощью вендоров его технической поддержки. и опять же, не забываем про оперативную память. Если мы с вами видим, что на самом деле вот вывод из-за того, что происходит, из-за того, что постоянно сбрасываются странички, постоянно идет непопадание в кэш, просто добавляем оперативную память. Это будет более дешевое решение, чем менять систему хранения данных. Так, не забываем про сетку. Вот как раз мы с вами можем увидеть, что у нас узкое место становится сетевой контроли с помощью данных типов ожидания. Повторяю, что часто это попадает на границы компетенции, и в эти моменты иногда бывают без контроля. Опять же, у нас с вами есть для этого специальные счетчики производительности, и также можно с помощью системных представлений хронических процедур, тоже это все можно смотреть. На самом деле на сайте всегда дается базовая техника. Там понятно, что любую технику можно усложнять, она иногда требует модификации именно для вашей системы. Но с этой базовой техники вы можете начинать. Что мы делаем сеткой? Во-первых, делаем ревью кода, потому что во многих случаях в коде может быть некорректная фильтрация данных по колонкам, так и по строкам. Когда читаются данные, которые не нужны в плане алгоритмов, логики приложения, не нужны пользователям. Чистим код. Дальше типичная техника, когда мы с вами переходим на хранимые процедуры. Хранимые процедуры для разработчиков приложения не самое удобное, но для администратора базы данных и для разработчиков базы данных она дает просто полный контроль и позволяет взять на себя ответственность. Когда у тебя код приходит из код приложения, ты на самом деле отвечаешь, но не имеешь возможности в своей ответственности как следует. Когда мы с вами используем хранимые процедуры, то хранимые процедуры имеют преимущество в плане компиляции, повторного использования своих вещей. нам легче контролировать периметр системы. То есть система под контролем. Поэтому не во всех случаях получается построить систему, но я очень интенсивно использую хранимые процедуры, поскольку многие вопросы облегчают. То же самое. Некоторые алгоритмы лучше исполнять на стороне базы данных. Бывает так, что они отрабатываются на стороне сервера приложения или на стороне клиентского приложения. И не совсем корректно написанный код приведет к тому, что такой кусок кода дает очень большую нагрузку на базу данных. Это сразу видно. И во многих случаях можно это все перенести и сделать реализацию в этих процедур. Я думаю, что на практике вы с этим встречались и так далее. Аккуратная техника кэширования для высоконагруженных систем как на стороне сервера приложения, так и на стороне клиентского приложения тоже позволяет очень серьезно снижать нагрузку. Когда я рассказывал вам историю про реал-тайм систему на слабом железе, мы сделали очень хороший кэш. За счет кэширования у нас получилось эффективное решение. По сути дела у нас сервер приложения брал на себя какую-то бизнес-лойку, но он еще брал на себя задачи кэширования данных для конечных пользователей. Что мы с вами делаем? В плане системной конфигурации мы с вами должны проверить, насколько корректно все это работает в сети. Можем добавить сетевые адаптеры на стороне сервера и можем проверить, что нет коллизий прерывания. Какие-то проблемы в сетке влияют на работу приложения. Следующий важный момент это индексы. Можно сказать, что индекс это базовая техника оптимизации. И, конечно же, мы с вами их очень часто используем. И они позволяют нам не только ускорить время отработки запросов, самое главное, что они во многом позволяют нам снизить нагрузку на систему. За счет индекса системе не надо перебирать все строки, все данные. она очень быстро находит нужные данные. При этом под индексы мы с вами должны резервировать свободное место. Коллеги, смотрели, сколько у вас индексов кушает места относительно данных в процентах? Ну, не больше, чем данных. Не больше, да? То есть, грубо говоря, столько данных, столько индексов. Я, в основном, не говорю, что до 2,5 раз индексы больше не могут. Ну, это статистика Microsoft. Это оценка Microsoft. Ну, скажем так, это значит, что у вас традиционная система, вы стараетесь сделать индексы как можно меньше. Для вас очень важно быстро отработка транзакций, потому что, как мы с вами видим, у нас, опять же, это принцип баланса. Индексы упрощают чтение, но замедляют запись данных. Причем, если вы потестируете, вы увидите очень серьезное замедление. Это легко тестироваться. Вспоминаем про то, что у нас есть кастеризованный индекс, есть обычные индексы. Ну, я думаю, что будем все на это вдаваться. Опять же, техники проектирования индекса, такие базовые рекомендации, что мы сами делаем индексы на основе приоритетов. Во-первых, не всегда нужно делать индексы для всех таблиц. Прежде всего, мы с вами должны четко понимать, какие таблицы у нас самые нагруженные, самые тяжелые, то, что называется ядро базы данных и какие запросы у нас будут самые тяжелые. И находить баланс транзакций. То есть, во многих случаях, даже в этом случае, мы с вами должны стараться сделать как можно меньше индексов, простые индексы, фильтрации и так далее. В принципе, несложно понять, какие нам нужны индексы, даже просто смотря на схему базы данных, потому что это обычно внешние ключи, первые самые кандидаты на индексы. Ну, помимо первичных ключей, у которых тоже есть классизованные индексы. Дальше, глядя на запросы, мы с вами видим кандидатов, глядя на V, глядя на Join, глядя на Orderbuy, это тоже кандидаты для индексов. Дальше мы с вами отслеживаем, насколько эти индексы будут уникальны, какая селективность этих индексов, насколько эти данные подходят для индексов, например, для InVarch, Max, наверное, индекс не всегда будет срабатывать, хотя бы функцию можно сделать, для NalaBalPolim тоже будет не такой эффективный все моменты. Ну, собственно говоря, дальше мы с вами аккуратно планируем использование индексов, а индексы бывают разные, помимо обычных индексов таблиц, есть еще, например, полнотекстовые индексы, которые тоже в некоторых случаях бывают очень эффективные техники оптимизации, и опять же, какие поля мы с вами включаем включить индексы, какие поля мы с вами включаем как дополнительные колоночки для покрытия запросов индексом, и какие есть опции индекса для того, чтобы снизить торможение для транзакций, там есть такой параметр профилфактор, который позволяет нам находить баланс между транзакциями и запросами. И во многих случаях нам еще необходимо проверить код программный, потому что программист может запутать систему, который оптимайзер не всегда может использовать индекс, хотя он здесь и нужен, только из-за того, что программист неаккуратно написал код. Общие рекомендации по индексам. Во-первых, стараться опять же минимизировать размер данных по индексам, потому что возникает та же самая задача ввода-вывода. Если у нас тяжелые ключи, если мы используем гуиды вместо ID и так далее, если у нас большие комплексные составные индексы, то, конечно же, мы повышаем нагрузку на вывод и замедляем операции. Также SQL намного быстрее работает с числовыми данными. например, есть возможность заменить строковые значения по счетовым индексам на число, это тоже может быть хорошей мощной техникой оптимизации. Во многих случаях мы можем с вами еще с помощью функций, например, left, хранить в индексе не всю строку, которая занимает 256 строк, а хранить первые 5 символов. Мы знаем, что у нас этого достаточно на сортировке. То есть тоже уменьшаем количество размера данных для индекса, но при этом в коде мы должны аккуратно делать сортировку с использованием данного выражения. требует рефактор кода. В некоторых случаях мы можем делать основные индексы, но только здесь надо быть аккуратно с транзакцией. Основные индексы будут тяжелые. Вы сказали 5 символов там можно использовать вычитаемые колонки на индексы. Не, не, вы можете сделать ключ с функцией, а потом в запросе использовать. Да, попробуйте, обязательно, надо все тестировать, окей? На слово никогда не заверите, я могу ошибаться. Так, ну и дальше есть уже опции, то что касается мейнтейнса, как нам с вами быстрее перестраивать индексы, используя опцию дропрессии. Потому что у нас обычные индексы зависят от кластеризованного индекса, и можно при перестройке кластеризованного индекса тоже перестраивать все остальные индексы. Основные техники оптимизации на основе индексов. Вот если у нас с вами критическая нагрузка это анализ данных, мы с вами можем себе позволить комплексные индексы с инклюдом колонок, с ширением колонок. А в этом случае, конечно, мы с вами снижаем нагрузку поскольку системе не приходится обращаться к страницам данных таблицы, она все данные необходимые для запроса берет прямо со страниц индекса. Но в некоторых случаях мы с вами можем находить баланс между транзакциями анализ данных, создавая несколько простых индексов. Обычно это быстрее работает для транзакции, чем какой-то сложный тяжелый индекс. Система умеет тоже использовать совместные такие индексы. Если это нам помогает, замечательно. Общая рекомендация начинает с простых индексов и переходить к составным индексам только в случае крайней необходимости и обязательно тестировать транзакции. В некоторых случаях мы просто не сможем себе позволить с основным индексом. Придется находить другие архитектурные решения. Для анализа данных мы также можем использовать индексированные представления. Это тоже вариант покрытия запроса индексов. Только в индексированных представлениях мы можем индексировать агрегацию вычисления показателей. Можно индексировать данные из разных таблиц. Когда есть join. Тоже мощная техника для анализа данных. Но в LTP система использовать не рекомендуется. Это больше для хранилища. Либо же у вас специальная таблица для анализа данных. Есть боевая таблица для транзакций. Делайте отдельную таблицу для анализа. Пожалуйста. У вас нет транзакции пакетная загрузка данных. Есть такая интересная техника как фильтрованный индекс. Тоже позволяет нам уменьшить размеры индекса. Типичный пример это когда у вас есть логическое удаление данных. Вы хотите чтобы в боевом индексе не попадают логические удаленные записи. Тоже позволяет нам оптимизировать данные. Индексы так же как таблица поддерживает опцию сжатия при хранении что уменьшает нагрузку на процессор. И напоминаю что полнотекстовые индексы если у нас идет сложный анализ данных тоже работают намного быстрее чем обычные индексы по символам данных. У них есть другая проблема какая? Они делаются асинхронно. Если вам нужен реал тайм то тогда sorry будет проблемой. Для анализа данных можно использовать колоночные индексы которые оптимизированы для больших массивных агрегаций для больших выборов данных. Как раз важный момент понимания нагрузки данных либо база данных транзакционная там где идут постоянные изменения данных там где у нас для индексов возникает проблема с высокой дефолиментации вот в этом случае мы с вами должны добавлять для индексов филфактор резервировать свободное место при этом у нас будет дерево распухать соответственно селек это будет тормаживая зато не очень сильно будет транзакция находим баланс в кранчах данных наоборот там транзакции обычно не бывает там есть пакетная загрузка новых данных там например раз в сутки вот и там мы сами можем уже делать плотный индекс там уже обычно при загрузке данных индексы отключаются потом после загрузки они перестраиваются и там нам все фактор не нужен еще есть важный момент понимание как не надо писать в запросах то что называется заценение кода во-первых обратите внимание что даже если вы пишете запрос и хотите чтобы у вас работал индекс не во всех случаях он будет работать в зависимости от тех выражений которые вы пишете например в вот таких операций как равно больше меньше in between like с префиксом больше равно они работают с индексом будут ускоряться если мы сами напишем not напишем не равно напишем более сложный like ну либо not in у нас индекс не будет работать во многих случаях мы сами можем от таких операций избавляться то есть заменить негативную логику на позитив есть мнение что оператор exist быстрее выполняется чем оператор и зависит от query optimizer я просто тестировал запросы с разной техникой и заметил такую вещь что в 2008 2012 искуя там прямо разница заметная а вот например в 2014 разница была 50 на 50 зависит от query optimizer ну то что я тестировал но вы же понимаете что главное для исхода понять семантику и не важно что вы написали поэтому на мой взгляд если query optimizer выдает одинаковый результат значит он работает лучше он меньше зависит от синтезиса потому что он понял что мы хотим так ну и дальше смотрите я не знаю сколько здесь подробно рассказывать есть как бы антипаттерн как не надо писать код есть пример как вы должны переписать код так чтобы у вас все-таки колоночка была как бы отдельно от выражения старайтесь всегда поле таблицы выносить из выражения это иногда усложняет код но зато query optimizer сможет вам помочь ускорит ли выражение если колонка nullable если я разделю имя колонки и знал о имя колонки равно какому-то значению профессиональный ответ надо тестировать окей я своих слушателей учу так не гадайте я вас спрашиваю когда про какой-то вопрос да выслуги напишите тест тестирование показывает что да хочется понять почему а ну вот если вы напишите код либо мне пришлюте да но без кода очень тяжело обсуждать окей я честно говоря даже визуально не очень успеваю себя в голове понять ваш запросик окей если два разных запроса получать у нас одинаковый план в плане запросов визуальной информации визуально 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 производительности то есть вы имеете два оператора одинаковые да но там же может быть стоимость разная на самом деле да все идентично все идентично но в общем случае они должны быть одного уровня производительности мне так кажется я могу ошибаться коллеги выточните свои опыта а вот стоимость это вообще какая-то вещь в себе потому что 4 запроса одним патчем я послал самый длинный запрос там 3 минуты исполнялся самый короткий там 2 секунды и показалось что самый длинный запрос он по стоимости был меньше всего отходу он берется эту стоимость ну смотрите смотрели вот вы посмотрели блокировки ну да посмотрели ну интересно кейсе надо их смотреть если честно да так вот без базы данных ничего с чем было связано с провериванием но в некоторых случаях с проверением даже оно не повышает производительность а даже снижает ее Microsoft пишет рекомендации как отключить с провериванием так спасибо коллеги за комментарии но я думаю что примеры понятные да я не буду их пересказывать но опять же общий подход когда мы имеем возможность контролировать свой код как мы с вами можем оптимизировать работу системы вначале мы с вами находим области находим подозрительные места в нашей системе там где мы сами видим какую-то перегрузку находим источники причины таких перегрузок это обычно какие-то тяжелые медленные запросы которые держат блокировки и так далее это важно найти первую причину затем мы с вами можем смотреть по схеме данных что там происходит какие-то есть тяжелые операции типа стыб сканы и прочее лукапы смотрим статистику с помощью представления смотрим сам код и анализируем сам запрос какие варианты можно писать в искоре забавная штука что одну и ту же задачу можно решить по-разному то есть программист это не даешь одну задачку там написать какой-то анализ данных они пишут равные скольки и во многих случаях вот эта разная техника искольки она действительно влияет на перфоманс сравниваешь эти запросы и какой-то запрос бывает лучше причем даже не всегда можешь понять какой-то потому что там еще зависит от индекса на одной настройке базы данных у тебя такая техника срабатывает на другой настройке базы данных у тебя такая техника срабатывает все надо мерить это принцип дальше мы с вами уже делаем более глубокий анализ как работают индексы как у нас работают с вами джойны и уже можем как раз анализировать блокировки транзакций которые тоже часто бывают критическим фактором производительной системы то что называется система холодная но стоит нагрузки нет но при этом пользователи ждут выполнения запросов также важная техника на основе бейзлайна базовой линии оценки когда она у нас есть нам очень помогает находить быстро первых причин что откровение от бейзлайна это как раз есть сигнал и мы с вами можем как раз оценивать выполнение запросов по этой статистике что такой запрос работа 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 все нормально база сегодня он начал работать тормозами и начинаем разбираться почему он так начал работать это клонение поведения в запросах так по планам выполнения вот на самом мазэне там честно говоря не очень хорошо изложено но на разных форумах есть целые книжки про планы выполнения то что можно спокойно поизучать мы с вами обратим внимание на классику вот лично я не трачу много времени на чтение планов выполнения потому что я много смотрю представления я много смотрю на код поэтому если честно для меня план выполнения такая быстрая превью я быстренько на нее смотрю и дальше я анализирую код и статистику но тем не менее конечно надо основы знать для нас прежде всего интересны операторы чтения данных то что касается как таблиц так и индексов причем есть такие массивные операции так называемый скан тэбл скан индекс скан а есть точечные операции которые должны быть легкие кейл либо индексик и как только мы видим тяжелые массивные операции у нас с вами тоже срабатывает рефлекс ну-ка ну-ка что здесь происходит в некоторых случаях все нормально на самом деле это тоже не абсолютный аларм но всегда надо быть внимательным и отдельный вопрос как у нас с вами происходят джойны какая-то может быть техника и как у нас с вами происходит сортировка это как бы вот именно те основные операторы на которые я обращаю внимание но у меня опять же мой стиль оптимизации разработки я его не навязываю просто без опыта дальше дальше здесь как раз кратко мы с вами можем обсудить что значит каждый оператор и что можно с этим делать как мы с вами говорили таблица это подозрительный оператор да возможно что программист читает ненужные данные возможно что у нас с вами просто не хватает индекса для данного запроса вот но при этом если у нас с вами таблица небольшая это может быть самая быстрая операция и даже если мы построим небольшой таблицы индекс он не будет использоваться потому что он будет просто дороже то есть индекс тоже есть пороговая объема данных когда действительно его стоит делать ну если мы сами видим что для этой таблицы приоритетнее какие-то инсерты если например логи то я не буду добавлять индексы потому что я четко понимаю что для анализа данных я потом эти логи переношу в хранилище в алаб где угодно и там пожалуйста там можно делать тяжелые энергетические запросы то есть вы здесь четко должны понимать приоритеты выполнения операции вот если у вас в таблице есть кластеризованный индекс то вместо таблскана вы будете видеть кластер индекс скан но по сути это тоже массивная операция и здесь мы с вами будем анализировать запрос насколько там корректна фильтрация данных если мы с вами видим операторы key lookup либо read lookup это значит что в индексе не хватает всех данных то есть запросе еще читаются те данные которых не хватает в индексе и мы с вами опять же смотрим стоит ли нам добавлять эти данные это тоже вопрос баланс прийти от операции транзакции или по запросу вот насколько эта операция для нас стоит по воду и так далее вот операция сорт я люблю ее на стороне сервера убирать сколько я вижу операцию ордер бай на стороне сервера да я думаю а могу ли я ее убрать потому что если это не влияет на алгоритмику то операцию сорт спокойно можно сделать само клиническое приложение но во многих случаях сортировку приходится делать на стороне сервера да но я ее делаю только в случае необходимости потому что в принципе это тяжелая операция ну либо нам придется создать индекс на больших таблицах сортировка может просто запрос в тайм выкидывать ну а если мы с вами видим индекс то само по себе это все хорошо если у нас еще с блокировками все хорошо можно пить покойно ли в чай или кофе вот индекс скан тоже вопрос потому что надо тщательно смотреть на запрос насколько действительно оправданы там члены таких больших данных вообще понятие транзакционных данных это значит что там должны быть маленькие легкие запросы там не должно быть массивного чтения данных и там должны быть быстрые транзакции вот что такое классическое LTP только вы видите какие-то массивные чтения данных это значит что там делается анализ данных и анализ данных лучше выносить в LTP в DWH то есть всегда можно рядышку поднять другую базу данных и обеспечить актуальность данных есть какая-то рекомендация по количеству соединения табличек в одном но я где-то читал вам на здании до 16 джойнов ну 10 джойнов я обычно пишу и там удается нормально ну нет ну не всегда нормально иногда приходится повозиться иногда приходится алгоритм даже переписать но 10 джойнов я обычно пишу но аккуратно чем больше джойнов тем ты внимательно к этим относишься так 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 немножко поговорим про джойна как они отрабатываются опять же в операторах в плане выполнения тут во-первых обратите внимание какой оператор выбирает коври оптимайзер это зависит во-первых от статистики какой у нас объем данных будет участвовать в соединении это зависит от предиката связи обычно мы с вами делаем соединение данных по внешним ключам форме и обычно мы сами используем равенство здесь у нас простой предикат соединение то здесь query optimizer постарается оптимизировать наш запрос он сможет использовать либо меж для больших данных с предъявительной сортировкой данных либо он будет использовать хэш если у нас одна табличка небольшая это может работать достаточно приемлемо по скорости вот если у нас с вами предикат соединение сложный там несколько выражений там есть неравенство есть функции а такие иногда join тоже есть join в широком смысле cross-apply это может быть и подзапросы всякие соединенные то в этом случае надо быть внимательным и проверять как система работает подбор но считается что inner join работает быстрее то есть query optimizer ему легче оптимизировать самый главный момент я когда смотрю на код если я вижу что люди везде пишут left join это для меня значит что они не очень внимательно читают схему данных по схеме данных иногда left join вообще бессмысленно еще есть важный момент статистика вот именно на основе статистики query optimizer выбирает для сложных запросов оптимальный план выполнения простые запросы на самом деле не выполняются по третий реальному плану выполнения который сразу строится а для сложных запросов нам статистика важна статистика всегда строится когда мы с вами создаем индекс а также статистика строится когда у нас с вами query optimizer находит что-нибудь недостаточно статистики он может тут же на лету ее построить это может быть дорогой операцией на самом деле некоторые такие как бы холодный старт связаны с тем что query optimizer вначале не хватает статистики он ее строит начали статистика может обновляться автоматически это скажем так не сильно нагруженные базы данных почему потому что обновление статистики влияет на планы выполнения не будут перекомпилированы те которые связаны с этой статистикой поэтому в высоконагруженных базах данных рекомендуется очень внимательно садить с статистикой и очень аккуратно ее перестраивать палка в двух концах с одной стороны статистика может приводить к неоптимальному плану выполнения с другой стороны обновление статистики переводит к тому что у нас сбрасываются планы выполнения и тратится время на их повторную компиляцию здесь надо опять же все смотреть но в некоторых случаях это бывает очень серьезно неактуальная статистика это может быть очень серьезно я про это и говорю как только вы обновляете статистику у вас сбрасываются планы выполнения которые построены на этой статистике и они будут заново компилироваться об этом и речь это тот побочный эффект обновления статистики если компилирована процедура или когда статистика не обработана будет ли план запроса а он всегда неидеальный коллеги это опять же иллюзия он всегда неидеальный потому что у нас постоянно разная нагрузка на железо разный объем свободной памяти оперативной разные блокировки и так далее разные параметры то есть вот как бы мертвые идеалии вы сказали что SP update stats она заставляет перекомпилироваться в синхронную процедуру она не заставляет перекомпилироваться она сбрасывает кэш и при следующем запуске у вас будет время ожидания из-за компиляции она сразу не будет приводить компиляцию но они не совсем чистые там все равно что-то будет да но я не веду что если там из такое понятие разогрев сервера да что вы после того как выполнили майн теннис план да вы еще запускаете специальный нагрузочный скрипт да который как раз помещает в кэш скриптов все боевые планы выполнения окей это называется разогрев сервера это может быть дополнительный шаг в вашем ментейс плане так ну опять же я здесь немножко увлекся да на МСД это все опять же можно почитать но есть важный момент что статистика дает нам примерно 200 проб да то есть у вас условно говоря большая табличка да она ее разбивает на 200 участков и понятно что во многих случаях если у вас большая таблица эта статистика не является достоверной окей но зато как бы мы с вами получаем очень быстрый механизм иначе идеальная статистика приводила бы к тому что квари-оптимация была бы медленной это опять же баланс между не идеальным но быстрым построением статистики планового выполнения да и то что у нас остаются ресурсы на бизнес задачи окей почему-то квари-оптимайзера начинает себя странно вести и вот именно для того чтобы подсказать ему более оптимальный план выполнения можем делать с вами статистику окей вот если кто-то использовал тюнинг-адвайзер то можно от него получать рекомендации не понравилось да тюнинг-адвайзер ну опять же разные отзывы при аккуратном использовании он может давать хороший результат особенно при экспресс тюнинге да на каких-то не очень перечисленных системах да это знаете это называется такая как бы система думает за тебя да то есть в простых случаях я считаю что ну ребята во-первых тюнинг-адвайзер это тоже вариант который дает нам для тестирования то есть мы с вами должны сделать хорошую нагрузочку признать на тестовом сервере оценить которые рекомендации нам дает тюнинг-адвайзер да принять решение что эти рекомендации мы с вами используем эти нет и потом еще раз протестировать результат конечно да а каком с вами получили результат если плохо то мы откатываем с вами все оптимизации окей если результат мы с вами откатываем все назад там тоже есть как бы итерации на тестирование так ну опять же корреляцию данных мы с вами можем с помощью статистики чтобы план квейптимайзера отрабатывал корреляцию данных можем делать да либо же почему-то у нас статистика не построилась автоматически при мониторинге мы с вами также можем посмотреть насколько у нас статистика может устаревать это кстати видно сразу же если мы с вами видим что оценочные и актуальные планы расходятся да это первый признак то что у нас статистика устарела вот если мы с вами отключили режим автоматического обновления статистики да а так иногда приходится делать то здесь мы с вами просто должны продумать какой регламент будет у нас для того чтобы как часто нужно статистику обновлять либо же смеяться тем что у нас определенный период времени будет устаревший опять же находим компомисс при первом выполнении при первом выполнении либо там есть команда ее предварительной компиляции компиляции с тем чтобы с каждого шума удался от планы компиляции потому что есть случаи когда возникает эффект перекомпиляции например так называемый параметр скруфинг вот например этого избежать может еще какие-то другие параметр скруфинг легко понять а вот остальные может нюансы есть ну смотрите так вот сходу я просто не помню все эти моменты да но в принципе есть два момента во-первых влияние статистики да влияние параметров то что вы говорите да вот но честно говоря из моего опыта вот на такие вещи обращаю внимание просто есть мнение что очень большие запросы они как-то не правильно компилируются либо вообще не компилируются в том что параметр у их рекомпайла он никак не влияет в выполнении запроса вот это да ну да но там при вызове можно конечно еще использовать экзек рекомпайл пробовали такие варианты не влияет не так вы знаете я бы в таких случаях обращался в microsoft потому что это уже знаете в искуде бывает такие поведения да не совсем понятные да и в некотором случае приходится разбираться вместе с инженером microsoft условно говоря тысяча строк кода много то есть большой тяжелый запрос да тяжело считать возможно есть подзрение что у него стоило как-то развить а вы знаете вот честно говоря самая сложная задача при оптимизации это работать с чужим кодом да и честно говоря это тоже важный момент и я когда анализирую чужой код я конечно его разбиваю на кусочки потому что так его не понять то есть я так и делаю собственно говоря да и в этом случае вы можете понять аномалию в поведении оптимайзера да почему он так начинается вести вот вот это сложный момент она из чужого кода фактически чужая система так так ну вот теперь мы с вами переходим собственно говоря уже техники диагностики то что я постоянно использую то на чем я строю свою технику оптимизации это дайминг между объектом управляющей объекты это у нас представление и функции но также есть набор также храню процедур которую можно использовать но в современных версиях мы все время все больше приходим именно на дмо в дмо есть много аспектов анализа работы системы с точки линии производительности нам прежде всего интересно это ядро то что у нас темно-синее база данных экзекьюшн текущая нагрузка работа индексов вывод SQLOS это как именно системные ресурсы и транзакшн именно основные если вы используете CLR либо репликацию либо другие моменты вы можете дополнительно у себя добавлять эти представления но это основные классы представления еще Microsoft предлагает определенной идеологию я бы сказал оптимизации она мне напоминает метод Шерлока Холмса помните дедуктивный метод что мы с вами всегда должны контролировать контекст мы с вами должны понять как работает наша система в целом с учетом сети должны понять как работает наш сетер с учетом железа с учетом работы других прирожений потом мы переходим к анализу работы именно датабейс инжина ядра базы данных собственно говоря затем мы переходим на уровень базы данных транзакций и запросов в жизни конечно когда мы сами делаем оптимизацию на бегу мы сами обычно работаем на транзакции либо запросов но в сложных случаях это может приводить к слепой оптимизации что здесь оптимизируем потом здесь и так далее не получаем гарантирующие результата из-за того что есть какие-то внешне серьезные факторы так что метод Шерлока Холмса я его так называю вот и опять же классические факторы которые типично являются причинами почему у нас система не оптимально работает прежде всего это индекс статистика дальше собственно говоря сами запросы ну четвертый фактор он во многом вторичен от предыдущих факторов пятый фактор блокировки это опять же вопрос кода как написали код шестой фактор это насколько мы сами грамотно реализовали на каком уровне мы сами реализуем алгоритмику в некоторых случаях ее лучше сделать ближе к базе данных в некоторых случаях ее лучше выносить на сервит приложения либо на клиент ну и конечно есть такой интересный момент это дизайн базы данных вот дизайн базы данных он прежде всего влияет на понимание базы данных как оно устроено какой принцип заложен какие принципы были заложены в проектировании базы данных как оно сделано вообще я говорю я говорю даже не только про нормализации но именно на то насколько проектировщик закладывался например на то что будет описывать процедур либо прямой доступ как называется да вот и в некоторых случаях ну база данных просто не поддается оптимизации без того чтобы не сделать некий рефакторинг да что-то не поменять именно всеми данных и это не всегда так страшно как может показаться приходилось заниматься рефакторинг боевой системой да если делать это все очень аккуратно то это вполне вариант рабочий опять же обращаем внимание на фрагментацию не только индексов но и на фрагментацию самих файлов данных на дисках то что называется обычная фрагментация шлема операционной системы некоторые планы выполнения некоторые индексы нам просто могут быть не нужны и просто занимает место в памяти и тормозят наши транзакции обращаем внимание на ненужные для нас ресурсы также можем обращать ваше внимание на частую перекомпиляцию то что опять же связано либо с статистикой либо с какими-то опциями кода вот очень аккуратно используем курсоры вот у меня на самом деле есть любимая техника динамической SQL а там он основан на курсорах но там надо быть просто внимательным то есть курсоры могут работать быстро могут работать медленно и специальная техника как курсоры чтобы они не тормозили а какие курсоры используете ну как обычно форвард ридон и фаст но всегда но коллеги во первых там где мы можем с вами решить задачи без курсоров мы сами курсоры не пишем но для динамического SQL эта штука незаменимая так что стараемся просто писать очень аккуратно и не в критических местах но опять же не забываем про конфигурации базы данных в том числе журнала транзакций и не забываем про временную базу данных вот это классик на самом деле если не делать грубых ошибок при разработке про проектирование на хорошем железе SQL сам вытягивает нагрузку и использует в данной рекомендации то что называется необходимым минимумом которого во многих случаях будет достаточно вот еще раз говорим про правила оптимизации то есть оптимизация это не просто ускорение конкретного запроса это именно минимизация нагрузки то есть баланс всегда у нас есть последствия которые мы с вами должны балансировать вот идеально если мы сами можем контролировать код если мы сами можем договориться с разработчиками как они должны свой код подчищать исправлять если мы сами это требовать и стараемся при проектировании использовать оптимальный тип данных при существовании которые обрабатываются быстрее всего вот при этом но мы все с вами конечно люди и мы с вами хотим считать что мы теперь гуру знаем все моменты можем условно говоря магическим заклинанием достать систему работать так как это нужно но к сожалению не всегда так получается и все-таки опытный профессионал как пуганная ворона всегда подходят к системе аккуратно то есть 7 раз отрежь протестируй только потом что-то делай на боевой системе только новичок что-то будет на боевом сервере делать резкие движения мы с вами так не будем делать вот то есть оптимизацию делаем на основе диагностирования и тестирования и всегда понимаем что есть индивидуальные особенности поведения одной и той же базы данных на разном железе в разных системах помним про последствия помним про сложности которые может вносить оптимизация и оптимизируем только важные функции то есть принцип приоритета иначе у нас будет бесконечная оптимизация по кругу вот и опять же мастерство заключается в том чтобы найти все-таки самую главную причину чтобы понять вот у нас есть много проблем с производительностью причина может быть какой-то одной хранимой процедуре которая приводит к цепочке блокировок причина может быть каком-то проблеме с конфигурацией изоляции что-нибудь такое здесь мы с вами стараемся найти как можно более экономное решение в плане оптимизации вот если есть возможность для высоконагруженной системы это вообще является обязательным что мы с вами запрещаем прямые запросы из приложения и от пользователей так называемый отхок ну потому что иначе просто чудес не бывает либо у вас система будет быстрая либо пользователь будет удивляться что она на хорошем железе тормозит и контроль качества кода это тоже постоянная работа администраторов здесь вот мы как разработчики вместе с администратором это делаем то есть если мне администратор делает замечание как разработчику я ему говорю спасибо шоколадка пицца и так далее все мы ошибаемся вот что мы с вами должны уметь делать вот как раз с помощью инструментов таких как господи профайлер там либо дмо на самом деле находить такие тяжелые запросы это несложно можно даже автоматизировать планы выполнения не обязательно все планы выполнить с глазами это тоже можно автоматизировать дальше мы с вами посмотрим как это делается вот опять же как можно оценивать индексы и статистику как можно как раз смотреть все неоптимальные операции но потенциально неоптимальные операции в том же плане выполнения делая комплексный анализ как можно оценить фрагментацию для OTP например необходимо для DWH надо ее минимизировать наоборот это все разные стратегии как мы с вами можем оптимизировать компиляцию кэширование там выполнения ну и опять же очень важный момент это блокировки уровня изоляции блокировки транзакции то что напрямую связано с разработкой курсоры и сам регламент да как мы сами это все делаем ну и собственно вот он баланс как мы с вами говорили оптимизировать можно бесконечно но мы с вами должны понять какого времени нам нужно производительности и насколько мы должны можно с вами вложиться не только в железо но и в наше рабочее время привлечение специалистов баланс между производительностью и стоимостью есть опять же стандартные рекомендации то есть некие такие пошаговые гайды как это все можно делать обратите внимание что у нас должны быть некие то что называется числовые критерии да это опять же делается на основе бейзлайнов то есть неких там собранных реальных данных статистических которых мы считаем что это приемлемый нормальный уровень работы нашей системы после этого мы можем говорить о критериях вот и как раз если у нас с вами есть критерии числовые показатели то анализ производительности превращается в такую техническую рутину мы с вами можем очень быстро понимать есть проблема либо нет но этот мониторинг должен делаться постоянно автоматически потому что у нас система меняется на кусте меняется система тоже меняется пришел сервис пак на windows либо на SQL что у вас будет дальше неизвестно надо быть постоянно готовы Microsoft ничего не гарантирует это честно написано в 29 соглашении у меня были реальные истории слава тебе господи на тестовом сервере когда я после обновления просто сервер пришел в мир больше старе я боюсь соврать по-моему 2008 я даже не помню обновление по-моему на windows пришел я боюсь соврать но как говорится знаете из-за одного битого двух небитых дает вот опять же дальше дело техники определяем самые тяжелые запросы находим узкие места с опытом уже понимаем как влияет конфигурация на разных уровнях находим узкие места именно по ресурсам и с помощью настроек с помощью оптимизации запросов мы сами находим решение то есть видите начинаем с критериев точно должны быть какие-то показатели дальше уже комплексная работа то есть это не импровизация на своем интуиции так ну и собственно говоря уже более детальный регламент то что касается оптимизации запросов опять же критерии опять же факторы выполнения запросов то что мы сами смотрим по плану выполнения оценка стоимости ну здесь на самом деле нам очень помогает относительно стоимость операции я обычно смотрю на самые тяжелые операции в запросе да и пытаясь понять что там происходит что можно делать с точки зрения настройки базы данных индексов там с помощью кода вот и дальше мы с вами выполняем попытки оптимизации а потом делаем измерение то есть эта операция очень важна получили улучшение если нет то отменяем изменение любое изменение это потенциальное усложнение деградации таких аспектов если мы не получили требования результата нужно делать отмену оптимизации а то иначе знаете как у программистов не получилось а забыл прибраться за собой да там куча временных таблиц которые уже никто не знает зачем они сделаны да куча каких-то непонятных оптимизаций тоже уже не понимает что там сделано это называется система без хозяина все-таки система должен быть хозяин и есть надо все вещи за собой чистить так ну и вот мы с вами подошли собственно говоря уже к инструментам мониторинга это собственно говоря моя практика которую я сейчас развиваю по оптимизации что так же как у нас с вами есть мэйтэнс план там где мы с вами делаем бэкап и представление индексов и прочие такие вещи у нас с вами должен быть регламент по диагностике и мониторингу на самом деле есть продукты я думаю что вы их знаете есть регламенты по мониторингу как у майкрософта на уровне скома есть регламенты которые вы можете покупать у других компаний для разных баз данных но в принципе мы сами можем сделать для регламент тот который удобен нам собственными руками тут ничего не сложно я лично в регламенте выбираю следующие аспекты я отслеживаю конфигурацию то есть я отслежу за тем что менялось начиная с аппаратного обеспечения заканчивая параметрами сервера и параметрами баз данных размеры логов свободно пристанции все такие вещи вот затем есть следующие параметры рабочая нагрузка то есть я отслеживаю просто-напросто сколько пользователей подключалось какую они нагрузку давали какие там задачи делалось это все делается в режиме снапшотов некие такие периодические снимочки просто накапливаются информацией для анализа вот затем специальные запросы как раз с помощью дмо которые позволяют мне искать узкие места причем не по конкретному запросу а я сразу решаю класс задач окей то есть я сразу получаю всю картинку по всему сейеру потому что у вас тяжелый запрос в одной базе данных будет влиять на все базы данных просто потому что он скушает физический ресурс поэтому нужна полная картинка именно с этим аспектом мы с вами должны получить полную картинку также есть типичные проблемы которые мы тоже сами должны видеть на всех базах данных это какие-то повисшие транзакции которые бывают из-за некорректных отключений пользователей и так далее либо какие-то блокировки могут возникать тоже это тоже собственно говоря известно как ловиться то есть это как бы то что называется просто сбор диагностики да что называется всех это записано у нас была транзакция которая невозможно было убить и пришлось перезагружать сервис только так они решились да вот честно говоря бывают ситуации которые бывают один раз и самое печальное это у тебя нет времени с ними разбираться да вам долгое время да то есть было время на перезагрузку да ясно окей ну дальше говорю что важный момент когда у вас есть бейслайн вы можете легко отслеживать отклонения и опять же можно это все достаточно посчитать из техники таких вещей а не менее важный момент мы с вами должны фиксировать все свои действия мы с вами что-то делаем на сервисе добавляем память меняем параметры это все должно занеситься в журнал иначе мы с вами не сможем анализировать факты что-то почему-то делалось перед этим и так далее это типичная вещь из практики ну на уровне здравого смысла что-то сломалось перестало работать иначе тормозить иначе мы спрашиваем федер у вас у себя а что мы с вами делали перед этим такие вещи по регламенту надо документировать так ну и на самом деле моя задача при разработке таких вещей это также обучение и обмен опытом поэтому для меня есть интересная задача это формирование такой базы знаний по структуре и по практикам на основе этой базы знаний можно делать более интеллектуальный гибкий анализ я сейчас хочу просто показать как это все выглядит в данный момент наконец-то мы с вами переключаемся в SQL Server ну там насколько на проекторе хорошо видно у меня есть версия Baseline Alpha есть таблицы в которых я накапливаю снимки вот например данные по конфигурации вот они а в DBO это у меня такие предварительные версии да когда я еще конечную версию не отработал да временное решение про блокировку я его пока так отслеживаю да потом есть например Knowledge это данные познания да которые как раз позволяют мне делать такой более гибкий анализ я для примера могу показать что это такое это пока не совсем формализованное знание но тем не менее их уже можно использовать для анализа то есть я нахожу разные источники и на МЗИ и не на МЗИ разбираю типы всех разных объектов системных да какая-то их используется классификация какое-то их используется описание какие-то используются рекомендации по этим вещам как раз для того чтобы потом делать такой более автоматизированный анализ это пока такой простой формат знаний вот дальше метаданные для приложения то есть я еще разрабатываю приложение для анализа потому что это очень большой объем информации да и вот честно говоря с помощью SQL здесь можно умирить это все делать анализ несмотря на то что есть заготовочки тем не менее трудоемкие вещи вот а также вы можете делать регламент либо просто-напросто выполняя какие-то хренивые процедуры по своему распространению в виде простых джопов да либо просто вы можете задать какой-то общий джоп универсальный и просто задавать интервал это более гибкое расписание которое можно управлять с помощью приложения а дальше есть специальные таблички которые мне позволяют накапливать именно проблемную информацию да какие дорогие планы выполнения какие дорогие запросы какие проблемы с блокировками какие проблемы с транзакциями были да трабо шутинг вот и собственно текущая нагрузка ворклоуд то что я говорю вот эти 4 аспекта да которые я отслеживаю сейчас я еще анализирую много разных вариантов да профессиональных практик сюда еще ну наверное еще добавлю достаточно много таблиц для реалтайм анализа я использую представление это как раз уже реалтайм анализ опять же то что позволяет посмотреть текущую информацию по базам данных то что позволяет посмотреть блокировки дорогие запросы пропущенные индексы пропущенную статистику самые дорогие запросы по ЦПУ самые дорогие запросы по вводу выводу самые медленные запросы блокировки самые частые запросы ну и как бы опять же текущий мониторинг реальным времени да я сейчас расскажу как это все делается окей какой формат здесь может быть дальше есть хранимые процедуры часть хранимых процедур они обеспечивают регламент вот например мы с вами видим такая хранимая процедура снапшот она просто по регламенту делает ссылочки по конфигурации по вратлоуду по перформансу и так далее есть например такая хранимая процедура универсальная которая позволяет мне в зависимости от опции выполнить все необходимые снимочки я сейчас ее покажу то есть вот у нее параметры что нужно снимать рабочую нагрузку конфигурацию перформанс рабошюртинг да и там просто-напросто зашиты вызов других хранимых процедур которые собственно выполняют клиентные действия и вы любите здесь легко добавить какой-то свой проект да то есть вот идея в этом в общем-то ничего тут волшебного нет да просто код ну и есть дополнительные хранимые процедуры потому что в представлениях можно сделать простой анализ а более сложный анализ приходится делать через хранимые процедуры вот например статистический анализ запросов которые вдруг начали работать медленно да вот например тоже анализ тяжелых индексов которые еще при этом не используются да то есть тормозятся транзакции а для квали они вообще не нужны оказывается да форминация индексов стоимость индексов и так далее еще какие-то сложные анализы делаются в виде хранения процедуры ну так в двух словах да хочется посчитать окей но аккуратненько да аккуратненько аккуратненько ну во-первых простые табличные функции то что называется инвайн это же просто как сказать сахар синтаксический у вас в обычном вопросе просто поставить все выражения да окей это всего лишь упрощение синтезиса не более того а вот много инструкционные функции там надо быть очень аккуратным окей вот они могут быть источником проблем надо переформаться я обычно использую простые какие-то сложные обработки я прямо в хранимку запихаю там не проще оптиминструкции окей давайте вернемся к теории да я просто это все быстро показываю почему потому что если мы начнем чуть-чуть подробно разбираться мы с вами будем до утра разбирать как бы важно это все на своей практике посмотреть поэтому переходим к тому как это все на практике можно с ней поработать вот именно такая база данных бездлайн она позволяет нам сделать постоянный реклам причем автоматически да вот сейчас вы видели что эта версия называется альфа и те задачи которые решаю в альфе версии вот я это в принципе делаю как open source продукт то есть если вы захотите например у себя попробовать использовать данные продукта тут никаких проблем нет единственное что мне для обкатки продукта интересно будет с вами пообщаться чтобы просто дали мне обратную связь что как почему как-то вы там свои какие-то доработки сделаете то есть это вопрос персонального общения то есть если вы сами как бы опытный админ и сами это все занимаетесь то мне просто от вас важна обратная связь окей вот а в первой версии то что называется в продакшн необходима гибкая фибрация почему разные редакции разные версии сквей а я хочу поддерживать начиная 2008 2008 2 12 14 16 да здесь как бы для этого нужна гибкая фибрация чтобы эти все вещи поддерживались а также поскольку моя основная задача это обучение да развитие вашей компетенции я делаю акцент на знаниях то есть я хочу чтобы в нашем соцприрожении были еще декларативные знания которые просто можете почитать не просто посмотреть как система это все обрабатывает а почему так и может быть даже добавить свою статью написать свою практику вот и как раз на основе знаний можно делать более гибкий более сложный анализ то есть не просто считать цифрики но еще как бы делать более сложные вещи вот и также генерировать скриптов для генерации скриптов для нагрузочных тестировок полноценная оптимизация она требует нагрузочных тестировок вот ну и конечно же стандартный функционал это нотификация для администраторов то есть мы сами не хотим постоянно сидеть за монитором мы хотим чтобы система поддерживала проактивный какой-то мониторинг поэтому такие извещения тоже можно сделать в Искоре но Искоре поддерживает мейл это все можно сделать несложно на самом деле да мы с вами даже можем это все вместе разрабатывать если у вас какой-то есть компания я могу просто себе его добавлять это же опенсорс вот дальше во второй версии я считаю важным сделать еще сбор диагностики с клиентских мест что можно прямо в клиентские места вставить какие-то агенты которые тоже будут делать какие-то контрольные пинги да коррелированные с нашей серверной безлайном да так чтобы была полная картинка потому что в этом случае мы с вами можем еще учитывать сетку конфигурацию клиента и прочие вещи это тоже важный момент вот также может быть важный момент интеграция с date collector это тоже встроенная система сбора данных висходит сервер в виде хранилища данных но там конечно какие-то кастинные вещи всегда хочется закрутить здесь как раз с помощью безлайна мы с вами докручиваем добавляем свои кастинные вещи то есть безлайна строится в идеологии открытой добавляйте туда что хотите меняйте ее как хотите это не закрытый продукт типа шарипоинта либо DNS это открытый продукт вот и как бы интеграция системы центра прессион менеджер тоже стандартно используется уже в таких больших компаниях для комплексного мониторинга ресурсов вот ну и конечно же опять же это как для обучения очень полезно так же и я думаю что полезно для профессиональной работы когда будет такая публично облачная база знаний где каждый может описывать свои кейсы да причем такой как бы хорошая система поиска вот это такой как бы open-source проект называется вот для альфы я сейчас хочу альфа обкатать ну до 5 площадок у меня сейчас уже две площадочки есть и обкатываю да если вам интересно то можно здесь посотрудничать мне в принципе особо без разницы потому что на самом деле знаете бывают сложные моменты связанные даже не с масштабом а именно спецификой приложений и прочее окей а дальше я здесь хочу еще рассказать как раз то что может быть интересно в плане профессионального развития вначале про базовое обучение вот здесь мы с вами видим стандартные курсы которые мы с вами можем пройти от microsoft и вы уже по разработке я так понимаю обучались да коллеги вот на самом деле есть такой запрос по курс по запросам он оказывается один из самых сложных в этой линейке все-таки администратору вот когда мы с вами делаем сложный анализ данных тоже приходится писать сложные скорые запросы вот ну опытные администраторы понимают что уже жизнь научилась да вот но если честно я лично сам постоянно научусь писать скорые пишешь всю жизнь и я думаю что даже для опытных разработчиков самолучек этот курс будет полезен что из какой штук очень мощный нет здесь пока написано 14 секрет потом 12 16 уже появляется еще официально не вышел у нас я поэтому не стал писать он скоро уже появится думаю не появится вот оптимизация это на самом деле область которой занимается как администратор так и разработчик поэтому в принципе в идеале можно послушать оба курса чтобы понимать что такое администрирование что такое разработка и после этого у нас есть специальный курс по оптимизации 55-144 уже были в нем вы знаете его конечно надо читать вживую если честно вот потому что группы все разные и вот именно вживую надо читать но это уже не от нас зависит коллеги записывайтесь на живой курс спрашивайте коллеги наши менеджеры реагируют на ваши запросы будете спрашивать вживую они поставят так ну что коллеги если вопросов больше нет заканчиваем спасибо за внимание приятного вечера удачи удачи в удачи удачи Продолжение следует...